Брат Гу, мы снова встретились. Зинчан Будда открыл рот, одетый в буддийскую одежду, и можно было увидеть свет Будды, задерживающийся на его теле, давая людям ощущение монаха. Взгляд Гучинга упал на четки Будды в его руке, и он сказал, Будда ждет здесь, так что Гу действительно удивлен. Кажется, Будда тоже отправится в это путешествие в бездну, погребающую демонов. Зинчан Будда кивнул и сказал, против бедствия демона, погребающего бездну, как потомок горы Будды, маленький монах, естественно, не будет стоять сложа руки. Выражение его лица было очень естественным, когда он говорил так, как будто говорил об обычном предмете. Гучинга чувствовал, что должен иметь некоторые знания о бездне, погребающей демонов. В конце концов, Зинчан Будда, как говорят, однажды был в бездне, погребающей демонов. Если он будет впереди, это может избавить его от некоторых проблем, а в критический момент он сможет сыграть другую роль. Он знал, что Зинчан Будда не будет добр к так называемому бедствию, так называемой бездны, погребающей демонов и, скорее всего, он хотел что-то найти. Висячий буддийский храм был торжественен, поскольку излучал слабый божественный свет. Была невыразимая праведность, которая могла подавить все зло. Слабо было слышно, как дрожат колокола, и звук Будды рвется, заключая в себе истину. Это могло даже омывать разум совершенствующихся, заставляя людей становиться мирными и тихими, без споров и раздражительности. Многие практикующие сидели, скрестив ноги, чтобы постичь тхарму Будды. Свет Будды вспыхнул на их телах золотым сиянием, которое было очень необычным. Они не обращали особого внимания на людей, пришедших из-за горных ворот. Взглянув, они отвели глаза, как будто в их сердцах была только тхарма. Гучинга и Цзян Чучу шли бок о бок, их одежда развивалась, как пара бессмертных. За ними следовали многие сильные мира сего, в том числе подчиненные Гучинга и культиваторы из зала человеческих предков. Джин Чен Будда шел впереди и шел впереди всех. Его лицо было спокойным, но он не мог не чувствовать что-то странное в своем сердце. На этот раз, в хаосе бездны, погребающей демонов, он никак не ожидал, что Гучинга придет. Он знал, что Гучинга был не из тех людей, которые будут заботиться о жизни и смерти других. Даже если катастрофа с погребающей демонов бездной охватит все направления и вызовет хаос в мире, ему, вероятно, будет все равно. Такой человек, как Гучинга, был еще более эгоистичным и равнодушным, чем он. Он будет действовать только в том случае, если это действительно затронет его интересы. Поэтому сердце Джин Чена Будды было немного сжато, и он уделял больше внимания Гучинга. Что касается Джин Чучу, он все еще доверял ей. Хотя у него было мало контактов с ней, когда он был в Академии Истинных Бессмертных, честность Джин Чучу заставляла его восхищаться ею. Они были вместе, но если бы кто-то сказал, что Гучинга просто сопровождал Джин Чучу, он бы не поверил. Вскоре Джин Чен Будда провел всех через пространство перед собой и прибыл в глубины висячего буддийского храма, где открывались сокровища, а свет Будды окружал гору, которая выглядела чрезвычайно святой и мирной. Впереди были купола и башни и даже можно было увидеть много свирепых зверей, но они не были свирепыми. На самом деле они были даже мягче, чем люди с некой буддийской натурой. Под влиянием буддийского духа этого места, даже если оно было большим зловещим явлением, оно также сдерживало свой зловещий свет и становилось нежным и мирным. Ходят слухи, что на горе Будды есть мантра, которая может спасти все, даже свирепых зверей и хищных птиц. Перед горными воротами Будды находится Черная гора, которая когда-то подавляла демона-обезьяну, известного как Великий Мудрец Хаоса. Позже Будда читал священные писания днем и ночью в течение тысяч лет и, наконец, заставил его потерять свою ярость и превратил его в буддизм. Его назвали святым Буддой Хаоса. Он чудовище перед горными воротами Будды, интересно, правда это или нет? Гучинг взглянул на зверей, засевших на башне, и спросил с некоторым интересом. Он действительно понимал происхождение писаний человеческих существ, но это были остатки демонической бутылки. В более поздних поколениях она была выведена и усовершенствована выдающимися практикующими на горе Будды и сформировала новую божественную силу, которая, как говорили, была способна спасти все, что было трудно спасти. По этой причине в прошлом многие великие практикующие обратились в буддизм. Была даже битва за уничтожение Будды в Верхнем Царстве. Жаль, что божественные силы горы Будды были очень странными. И было так много верующих горы Будды, рассеянных в Верхнем Царстве и даже во многих Нижних Царствах, не меньше, чем верующих зала человеческих предков. Некоторые лидеры великих сект даже поклонялись горе Будды, когда они были молоды и обратились в Будду, но теперь многие традиции до в Верхнем Царстве были неразрывно связаны с горой Будды. В Будда Маунтиан было подавлено много переданных артефактов, и их предыстория была бессмертной. Жил-был Будда, который родился с качающимся божественным пестиком в руки. Он потряс мир в битве и убил королевскую семью в облачном небе. Его сила была даже не слабее, чем у предков того времени. Короче говоря, тайна горы Будды была далеко за пределами зала человеческих предков и горы императора в Верхнем Царстве. О, то, что сказал брат Гу, было на самом деле о том, что было много лет назад. Сегодня старший не охраняет ворота горы Будды, но есть его внуки, которые поколениями охраняют ворота горы Будды. Что касается писания человеческих существ, то на самом деле это утверждение из внешнего мира. В моей горе Будды это высшее писание, и лишь немногие люди имеют к нему доступ. Джен Чен Будда, шедший впереди, слегка улыбнулся, услышав эти слова, и ответил. Гучинг это не удивило. Моральный вид Будда Маунтин по сравнению с ним был максимум на полкилограмма, так что и говорить было не о чем. Он просто хотел знать, насколько нынешнее писание спасения связано с его демонической бутылкой и можно ли его использовать для изменения эволюции писания спасения через демоническую бутыль, чтобы можно было контролировать души, спасенные горой Будды, от него. Конечно, эта идея была просто мыслью. Если бы это действительно было реализовано, необходимо было найти земледельцев или живых существ, спасенных людьми. Сейчас у него было не так много времени, поэтому он мог поднять этот вопрос позже. Вначале о великом мудреце Хаоса говорили, потому что он не уважал Дхарму Будды и смотрел вниз на гору Будды, прежде чем он окончательно обратился. Великий совершенствующийся с горы Будды принял меры и превратил ее в черную гору, одной ладонью, подавляя его перед горой. День и ночь под влиянием Дхармы. Цзян Чучу подумала, что Гучинга интересуется этим вопросом, поэтому она не могла не рассказать ему о древних записях, которые знала. Святая дева Чучу на самом деле не права. Дело не в том, что он не уважал буддизм, а в том, что старший был неуправляем и неуважительно относился к этикету. Так что моя гора Будды преподала ему урок. Только тогда он был благодарен и решил охранять перед горными воротами Будды. Когда Цзян Чжан Будда услышал это, он не мог не обернуться и покачать головой, чтобы поправить ее. Цзян Чучу взглянула на него и замолчала, когда услышала эти слова. Она знала, что на горе Будды было бы бесполезно говорить об остальном. Хотя она знала, что этот вопрос был собственным мнением Будда Маунтин. Истина по этому вопросу фактически была записана во многих традициях. Да, Гучинга не удивила бесстыдство горы Будды. Конечно, если бы это был он, он бы сделал то же самое. В конце концов, для монстра-привратника с ужасающей силой, независимо от его происхождения, он обратил бы на это внимание. Вскоре во двор прибыли несколько человек. После того, как Цзян Чжан Будда привел их сюда, он приказал остальным практикующим встать и уйти. Гучинга и другие пока отдохнут здесь и должны были отправиться завтра, чтобы отправиться в бездну, погребающую демонов, чтобы решить бедствие великого демона, рожденного в ней. Гора Будды также вмешивалась в это дело и посылала много Будд с глубокими буддийскими учениями. Цзян Чжан Будда дал мне ощущение, что мой разум не в порядке, и я не знаю, было ли это моей иллюзией. Увидев, что многие культиваторы отступили, Цзян Чжучу не мог не сказать Гучинги, слегка нахмурившись. Она обладала бессмертной душой девяти отверстий, и ее восприятие различных аур было исключительно сильным. Также благодаря этому таланту она догадалась об истинной личности Гучинги. На этот раз она почувствовала, что с Цзян Чжан Буддой что-то не так. У другой стороны могут быть другие цели в погребении демонов бездны. Гучинги кивнул в знак согласия и сказал, поэтому, когда ты направишься в погребающую бездну демона на этот раз, ты должен следить за ним. Может быть возникнут какие-то проблемы. Он не ожидал, что Цзян Чжучу скажет это, но придумал хорошее оправдание. Поскольку существовали подозрения относительно Цзян Чжан Будды, до тех пор, пока это подозрение подтверждалось, оно, естественно, не имело к нему никакого отношения. С древних времен демон, погребающий бездну, действительно запечатал множество несравненных демонов. Я слышал, что Будда Джин Чжан однажды посетил его. Может ли это быть связано с этим? Цзян Чжучу не сомневалась в словах Гучинги, но она не верила, что Джин Чжан Будда посмеет сделать это. Когда-то эти несравненные свирепые демоны в бездне, погребающие демонов, должны были разрушить существование верхнего царства, и, возможно, даже существовало существование за пределами царства императора. Как совершенствующийся, мог ли Цзин Чжан Будда быть смелым и чудовищным, чтобы достичь этой точки? А может, ему самому было наплевать на строгие правила Будда Маунтин? Кто это знает? Гучинга улыбнулся и добавил. Вы так сказали, сердце отделено от живота. Короче говоря, будьте осторожны. Цзян Чжучу кивнул и задумчиво хмыкнул. Давайте сделаем это пока, но сейчас перед нами стоит проблема. Отдохнем сегодня вместе или порознь? Затем Гучинга сменил тему и посмотрел на нее с узким выражением лица. Цзян Чжучу взглянула на него и на ее лице была дымка. Это был висячий буддийский храм, буддийское святое место. Что он думал? Давай, давай, сделаем перерыв. А, однако, она не осмелилась отказать Гучинга в просьбе, поэтому могла только спросить переговорным тоном, предварительно глядя на него. Когда она была в зале предков людей, Гучинга ни о чем ее не спрашивала, но она все еще немного нервничала. Ведь она лично обещала Гучинга. Отлично. Сам Гучинга планировал подразнить ее и не имел других планов. Однако, увидев выражение ее лица, она все же выразила некоторые сожаления и разочарования и покачала головой. Цзян Чжучу была немного сбита с толку, и в это время она чувствовала себя немного виноватой перед Гучинга. По ее мнению, поскольку она была женщиной Гучинга, она должна была подчиняться ему естественным образом. Для нее было нормальным остаться и согреть постель. Но у нее было естественное сопротивление этим вещам, и какое-то время ей было трудно их принять. Однако Гучинга очень помог ей и решил за нее много проблем, но ничего не получил взамен. Гучинга на самом деле не заставлял ее. Его характер был таким, и, подумав об этом таким образом, она почувствовала, что немного обязана Гучинга. Или я возмещу тебе ущерб. Брови Цзян Чжучу изогнулись, спутались. Она колебалась, когда она неуверенно спросила. Это было все, что она могла придумать в качестве компромисса. Как вы будете компенсировать? Гучинга с интересом посмотрел на нее. В следующий момент Цзян Чжучу выглядел немного затуманенным, сделал шаг вперед и внезапно приблизился к нему. Она была теплой и прохладной, как нефрит, но с мягким и слабым освежающим сладким запахом. Сделав все это, Цзян Чжучу поспешно покинула это место, словно убегая. Ее юбка развивалась, а лицо горело. Сегодня она чувствовала себя смелее, чем когда-либо. Гучинга коснулся своих губ, которые, казалось, еще дышали. Какая легкомысленная женщина. После того, как Цзян Чжучу исчез, он покачал головой. Мягкое выражение в его глазах постепенно исчезло и, наконец, превратилось в глубокое спокойствие, которое осталось неизменным. После этого Гучинга тоже вернулся в свой двор. Он пожертвовал несколькими нефритовыми талисманами и ворвался в ближайшую пустоту, чтобы никто не мог подглядывать, когда он сел, скрестив ноги. Полоса золотого сияния мелькнула между его бровями, а затем из сияния вышел золотой человечек. Лицо его было точно такое же, как и у него самого, но казалось необыкновенно равнодушным. В рукавах маленького человека также мерцал слабый золотой блеск, который был первоначальным истинным пером, взрастившим несравненный край. Гул. Вскоре золотой человечек шагнул в пустоту, развернулся и исчез. Гучинга открыл глаза, его глаза казались немного задумчивыми. Он не беспокоился, что его изначальный дух будет обнаружен. В конце концов, он владел силой космоса. Пока в висячем буддийском храме не было практикующих, способных на этот путь найти его след, естественно, было невозможно. Однако на всякий случай он все же использовал секретную технику, чтобы замаскировать свое дыхание. Когда он сегодня вошел в висячий буддийский храм, Гучинга почувствовал, что кто-то смотрит на него, но когда он посмотрел на него, другая сторона отвела взгляд. Это было существование с глубоким культивированием и могущественной дхармой, поэтому ему все равно нужно было быть осторожным. Гучинга хотел узнать цель путешествия Цзинчана Будды в бездну демона Беринга. Если бы цель другой стороны была такой же, как и у него, было бы намного проще. Однако он чувствовал, что Джинчан Будда не должен интересоваться так называемой печатью. Вероятно, он собирался найти что-то в погребающей демона в бездне. Много лет назад Джинчан Будда также спускался туда, и говорили, что он чуть не был там похоронен. Теперь, спустя много лет, печать была ослаблена, и хаос в бездне, погребающий демонов, стал хорошей возможностью порыбачить в мутной воде. Если бы это было так, Гучинга мог бы просто найти кого-то, кто взял бы на себя вину. Когда печать погребающей демона в бездне была сломана, Джинчан также мог взять на себя вину. При этом в боковом зале недалеко от храма огни были яркими, свет Будды отражался на четырех стенах, а нитки четок Будды сияли еще ярче в свете огней. По деревянной рыбе стучал старый земледелец, чьи брови были белыми, как снег, и падали на землю. Звук Будды заключал в себе неописуемое очарование. Джинчан Будда стоял позади него, выражение его лица было совершенно спокойным. Ты в беспорядке. Старый монах открыл рот и повернулся спиной к Джинчану, его тон был нежным и не слишком медленным. Мастер дядя. Джинчан Будда покачал головой и сказал. Я очень расстроен. Из-за Гучинга и других, которые пришли сегодня, спросил старый культиватор, хотя уже давно не выходил из этого бокового зала. Но он все еще знал много новостей из внешнего мира. Естественно, он также знал, кто сегодня придет в висячий буддийский храм. Джинчан Будда кивнул и сказал, не отрицая. Да, на этот раз я не знаю его намерения отправиться в погребающую демона в бездну, но сердце Будды говорило мне держаться от него подальше, он очень опасен. Старый монах вздохнул и сказал. Он действительно очень силен. Даже если ты используешь все свои средства, ты не будешь его противником. Сегодня, когда он вошел в висячий буддийский храм, я это заметил. Но он должен был заметить меня тоже, поэтому я отвел взгляд. Услышав это, Джинчан был потрясен. Это было невероятно. Старый монах сказал, что он не противник Гучинга и не может опровергнуть это. Но даже старый монах не осмелился продолжать расследование Гучинги, что заставило его почувствовать себя невероятным. Нужно знать, что его дядя имел глубокое понимание шести прохождений горы Будды. Шесть перевалов горы Будды были шестью чрезвычайно ужасающими божественными силами горы Будды. Небесное зрение, небесные уши, другая сила разума, сила судьбы, сила божественного царства и утечка силы. Среди них, после развития небесного зрения и небесного уха, они могли видеть все видимые формы в мире и слышать все звуки в мире. Даже он лишь мельком увидел небесные уши. Перед этим великим дядей его понимание этого пути было за пределами его досягаемости. Можно сказать, что пока он будет думать об этом, в радиусе миллиона миль не будет ни людей, которых он не мог бы видеть, ни голосов, которых он не мог бы слышать. Но даже он не осмелился легко шпионить за Гучинги. Кажется, в слухах о пограничном монументе есть и другие скрытые секреты. Джин Чен Будда вздохнул, его глаза немного отяжелели. Можно сказать, что демонстрация силы Гучинги в пограничном монументе шокировала многие молодые поколения, в том числе и его самого. Однако он знал, что зал человеческих предков обладал секретной техникой и мог использовать силу веры для проявления тела Дхармы на бесконечных расстояниях. Такая секретная техника имела мало общего с собственным совершенствованием практикующего. Но теперь казалось, что Гучинга делал все это не тайными методами. Он не должен знать о тайнах горы Будды, но тебе не о чем беспокоиться. Что касается одеяния для медитации, то оно создано тобой и никто не может его отнять. В конце концов, ты принес это вниз вначале, и только вы можете поднять его. Белобровый старый монах продолжал, но в это время его глаза, которые были закрыты, внезапно открылись, когда он повернул голову, чтобы посмотреть в определенном направлении. Пучки божественного света вспыхивали и переплетались, отражаясь в виртуальном пространстве. Это была пара чисто белых глаз без пестроты. Выглядели они довольно устрашающе. Свет в их глазах, казалось, проникал сквозь прошлое и настоящее, и они могли проникать в триада и шесть миров. В чем дело, дядя Ши? Джин Чен Будда был немного удивлен. Печать на бездне, погребающей демонов, может длиться до полугода. После того, как вы заберете одеяние для медитации, вы должны использовать кости Будды, чтобы подавить его, иначе висячий буддийский храм обязательно будет разрушен. Лицо белобрового старого монаха стало тяжелее, чем когда-либо. Джин Чен Будда кивнул, зная, что имел в виду седовласый старый монах. У горы Будды был особый метод получения и привлечения, который мог гарантировать, что монахи, продвинувшиеся в буддизме в своих предыдущих жизнях, после смерти перевоплотятся со своей прежней мудростью. Например, в прошлой жизни он был монахом, основавшим висячий буддийский храм. Но до сих пор в нем не пробудилась память о прошлой жизни. По словам Будда Маунтин, возможностей по-прежнему не было. И этой возможностью была мантия для медитации, которую когда-то принесли в погребающую демона в бездну. Эта медитационная мантия была высшим артефактом горы Будды. Он благословлял все виды таинственных буддийских учений. Бесчисленные совершенствующиеся с глубокими буддийскими учениями каждый день декламировали буддийские писания. Что касается того, почему мантия медитации упала в бездну, погребающую демонов, то это был позор для горы Будды. Никто не упомянул об этом до сих пор. Я знаю, дядя Ши. В этот момент сердце Джин Чена тоже успокоилось. В конце концов, мантия медитации была его возможностью, и это была его судьба. Если бы другие забрали его, он бы нарушил предопределенный закон горы Будды и столкнулся бы с невообразимыми бедствиями. Тогда я уйду первым. После этого он почтительно отступил назад и вышел из бокового зала. Гэм. Но в это время старый земледелец с белыми бровями вдруг нахмурился. Он смотрел на пустоту с некоторыми сомнениями, чувствуя, что на него смотрят глаза, но когда он посмотрел, то обнаружил, что там ничего не было. Это привело его в недоумение. С его развитием мог ли он все еще чувствовать что-то неправильное, кроме как в огромном висячем буддийском храме, кто мог шпионить за ним перед ним? Он не верил, что у Гучинга есть такая способность. Меня ограбит. После этого старый монах с белыми бровями покачал головой, неторопливо постучал по деревянной рыбе и вздохнул. Если бы печать погребающей бездны демона была сломана, он не знал, сможет ли выжить. Это была и его судьба. Она была неизбежна, и ему нужно было справиться с этой катастрофой. Он относился к жизни и смерти очень легкомысленно, потому что метод реинкарнации горы Будды мог скрыть их предыдущие воспоминания. Так называемая смерть была ничем иным, как долгим сном ранним утром следующего дня, на горе возле висячего буддийского храма, Гучинги, Цзянчучу, Цзинчань Будда и другие стояли там, глядя на бурлящую бездну вдалеке. Темно-фиолетовая демоническая энергия была огромной и огромной, покрывая небо, как темное облако. Это было похоже на темный мир, в котором мало света. Бездна, погребающая демона, звучала как бездна, но на самом деле она была больше похожа на портал. Этот ужасающий гигантский портал был похож на огромную рану между небом и землей, из которой вырывалось дрожащее дыхание. Казалось, что, войдя в него, они попадут в другой мир вечной тьмы. Внутри глубокого портала можно было увидеть множество ужасающих трупов, некоторые из которых были размером с горы. Некоторые даже умерли, но по-прежнему сияли, как маленькое солнце, излучающее и обжигающее божественное сияние. Однако из-за заражения демонической энергией эти трупы были густо покрыты шрамами и покрыты сухими дырами разного размера. Рядом с погребальной бездной демонов было много разрушающих мир образований, которые извергали чудовищные божественные огни, превращаясь в божественные мечи, небесные ножи, алебарды и т.д. Когда они врезались в бездну, не давая многим существам вырваться наружу. Кроме того, вокруг буренг-демона Быстс было много культиваторов. Хотя они не осмеливались подходить слишком близко, они также сражались с великим демоном среди них. Они пришли сюда не для того, чтобы поддерживать мир во всем мире, а потому, что после убийства этих великих демонов они могли получить некоторые вещества, содержащие богатые энергетические кристаллы. Например, такие материалы, как божественные ядра, черепа и кость рук, часто продавались по высоким ценам на внешних рынках или в киосках. Потому что эти божественные ядра можно было использовать не только для усовершенствования божественного оружия, но и для организации формирований. И их можно было найти только возле погребающей демонов бездны, что было очень редко. Поэтому часто было много земледельцев, которые были смелыми и смелыми и приходили сюда, чтобы рискнуть. В этот момент эти культиваторы заметили группу Гучинги и были потрясены. Они не ожидали, что сюда осмелятся прийти другие люди. Однако вскоре некоторые из них узнали Гучинги, что сделало их еще более шокированными и озадаченными одновременно. С благородным статусом Гучинги, как он мог оказаться в таком опасном месте? Что здесь делает молодой мастер Чингги? Намерен ли он разрешить бедствие в погребающей демонов бездне? Я могу только сказать, что для вас это молодой господин Чингги. Думая о такой возможности, выражения лиц многих из них изменились, став чрезвычайно уважительными. Сколько молодых людей Верхнего Царства были готовы рискнуть своей жизнью, чтобы попасть в такое место? Их мужество и дела для простых людей в мире заставляли их восхищаться им. Если бы не сила жизни, они бы вообще не подошли к этому месту, но Гучинги знал, что в горах водятся тигры, поэтому предпочитал ходить по горам пешком. Впереди вход в погребающую бездну демонов. Здесь выстроен строй, созданный моими выдающимися монахами с горы Будды, который может помешать монстрам вырваться наружу. Брат Гу, следуй за мной внимательно, не отклоняйся в строй. Сказал Цзиньчен Будда, и после вчерашнего разговора со старым монахом с белыми бровями его сердце успокоилось. Сказав это, он взял людей с горы Будды, когда они обратились в божественном свете, прежде чем броситься вперед. Золотые огни мерцали на вершинах гор на земле. Перед ним бушевала огромная демоническая энергия, но всем им противостояла нитьчеток Будды в его руке, излучавшая свет Будды. В то же время позади него появился призрак Будды с торжественным и величественным сокровищем, излучающим золотой свет. И рев гнева Будды рябил, как нож, с огромной силой и устремляясь к множеству монстров перед ним. Гучинги, Цзян Чучу и другие последовали за ним. Они не были очень близки. Поскольку Будда Цзиньчан хотел открыть путь, это избавило бы Гучинги от проблем. Его глаза были необъяснимы, вспоминая разговор, который он слышал прошлой ночью. В это время его чуть не обнаружил белокурый старый монах, что очень его удивило. К счастью, он ушел рано, и обошлось без происшествий. Культивирование белобрового старого монаха было, по крайней мере, в царстве квази-императора, но он был старым монстром, который прожил неизвестное количество времени. Более того, божественные силы, которые он культивировал, имели прямое отношение к восприятию. Он мог даже понять таинственные изменения в пространстве. Однако самым неожиданным для Гучинга оказалась личность Цзиньчана. Он только знал, что у Цзиньчана раньше были сердце и кости Будды, но он не знал, что на самом деле он был реинкарнацией выдающегося монаха с горы Будды. О деянии для медитации, кажется, оно должно было упасть в погребающую демонов бездну, так что Цзиньчан планировал вернуть его. Гучинга очень заинтересовался халатом для медитации. Если он угадал правильно, это должно быть сокровище Будды, которое было взято для захоронения в бездне, погребающей демонов, и планировалось подавить в ней демоническую энергию. Просто по какой-то неизвестной причине он упал в него. Более того, прибыв сюда, Гучинга не только не чувствовал никакого дискомфорта от этих демонических аур, но вместо этого была сильная знакомая и естественная аура. В его крови появились даже руны Великого Даа, которые то и дело исчезали, словно подбадривая. Казалось, что эта аура была того же происхождения, что и он сам. Это чувство было ему очень знакомо. Это была память, которая когда-то была запечатана. Оно постоянно возрождалось и многие осколки проносились в его сознании со многими вещами. Как будто облака рассеялись, и он увидел небо. Демоническая энергия здесь уже очень сильна, и монахи в священном царстве должны быть осторожны при приближении, чтобы не быть разъеденными демонической энергией. Слабый волшебный свет появился на теле Цзян Чучу. Сопротивляясь демонической энергии здесь, она нахмурилась и прошептала себе под нос. Гучинга взглянул на нее и махнул рукавом. Ужасающая ударная сила распространилась, рассеяв демоническую энергию вокруг нее. Вы должны оставаться снаружи. Ваше развитие вызовет проблемы, если вы войдете. Он слегка нахмурился. Цзян Чучу взглянула на него, покачала головой и сказала. Нет, я хочу пойти с тобой, тебе не нужно обо мне беспокоиться, у меня есть свои средства. Именно из-за ее отношений Гучинга была замешана в этом деле. Как она могла оставаться снаружи и впускать Гучинга одну? Видя ее настойчивость, Гучинга ничего не сказал. В любом случае, если на какое-то время произошел несчастный случай, бросить ее во внутреннюю вселенную было то же самое. Джин Чен шел впереди, но дорога не была мирной. Им нужно было не только следить за формацией, но и убивать здесь существ, которые были заражены демонической энергией и разъедали их разум. Однако вокруг него были мастера с горы Будды, и у самого слабого человека была база совершенствования квазисвященного царства. Харма, окружающая его, была глубокой, и он очень хорошо умел рассеивать демоническую энергию, поскольку она очень надежно защищала его. Пройдя таким образом сотни миль, перед ними наконец предстала пропасть впереди. Наступила удушающая и угнетающая аура, и лица у всех были торжественными. Их души трепетали. Словно столкнувшись с каким-то великим ужасом, они не могли не преклонить колени и не поклониться. Демоническая энергия здесь даже достигла точки разжижения, сливаясь на земле в небольшое озеро. В маленьком озере все еще мерцали руны и были разбросаны несколько темно-фиолетовых божественных камней, которые были чрезвычайно редкими и драгоценными, источающими первоначальную ауру. Мой господин, там, позади Гучинга, электростанция в Великом Священном Царстве с удивлением указала на лотос вдалеке. Это был темно-фиолетовый лотос, укоренившийся в небольшом озере, образованном демонической энергией. Хотя маленькое озеро было менее чем в Стамилях, оно благоухало, как бессмертное пурпурное золото. Что это? Некоторым было любопытно, и они подошли, но прежде чем они подошли ближе, их окутал темно-фиолетовый туман, пропитавший небольшое озеро. Прежде чем он успел даже издать крик, он превратился в кровавый туман. Это было очень страшно, многие люди выглядели холодными и не могли не сделать несколько шагов назад. Это разрушитель душ лотос, не подходи близко. Джин Чен нахмурился, затем расслабился и объяснил толпе. Такие штуки растут возле погребающей демонов бездны. Они питаются исключительно живыми существами и демонической энергией. Хотя они выглядят красиво, в них заключен великий ужас. Не подходите слишком близко, подобрать. Он сказал это, заставив всех выглядеть немного ужасными, зная, что чем ближе они подходили к устью бездны, тем это было опаснее. Лотос разрушителя душ. Этот возраст должен был превышать десятки миллионов лет, и он сформировал свои владения поблизости. Гучин Гэ немного заинтересовался, когда подошел. Все лица изменились, и практикующие с горы Будды нахмурились, но не остановили его. Джин Чен уже убедил его. Если Гучин Гэ не прислушается к убеждениям, он будет тем, кто будет страдать какое-то время. Но в следующий момент всех удивило то, что вслед за Гучин Гэ лотос, разрушающий душу, слегка вздрогнул, как будто испугался. Затем, когда он двинулся, он действительно появился из озера. Пурпурный свет сиял под ногами, и исходило пурпурное сияние, что было очень таинственно. Эта сцена заставила всех широко распахнуть глаза, почти вяло, невероятно. Даже Цзян Чучу был потрясен. Затем она быстро пришла в себя, глядя на Гучин Гэ и вспоминая его личность. Может быть, этот лотос, разрушающий душу, был очень духовным и действительно боялся его? В этот момент все даже могли видеть, что он разделил свои корневища на ноги и подошел к ногам Гучин Гэ. Гучин Гэ не заботила выражение лиц толпы, и он сразу же схватил разрушающий душу лотос, прежде чем бросить его в свое кольцо для хранения. У этой вещи была духовность. Зная, что не сможет вырваться из его рук, она просто сдалась. Какая польза от лотоса, разрушающего душу? Цзян Чучу было немного любопытно. Насколько ей было известно, лотос, разрушающий душу, не имел никакого лечебного эффекта, кроме своей опасной природы. Гучин Гэ улыбнулся и сказал, давайте сохраним его. В конце концов, лотос, разрушающий душу, который существует тысячи лет, редок, и его трансформация может не занять много времени. Из-за своей особенности лотос, разрушающий душу, обладал бы божественной силой, чтобы преодолеть бездную энергию, если бы он трансформировался. Даже если он не мог трансформироваться в форму, он мог поглотить его, чтобы очистить свой изначальный дух. Другие боялись его, как яда, но в его глазах это было тонизирующим средством. Поднятие лотоса, разрушающего душу? Цзян Чучу кивнул и ничего не сказал. Саул Дестроинг лотос питался только плотью и кровью, и он все еще был массивным с методами Гучинга. Это для него ничего не значило. Хотя отношение Гучинга к ней в последнее время было намного лучше, она не забыла истинное лицо Гучинга и изначальный темперамент. Пойдем. Джин Чан оглянулся, и страх перед Гучинга в его сердце поднялся на новый уровень. Приехав сюда, все становились все более и более осторожными. Даже Джин Чан, который шел впереди, был крайне осторожен, опасаясь сделать неверный шаг. Повсюду они могли видеть прожилкообразные структуры, да, излучающие ослепительное сияние. Кроме того, здесь было больше великих демонов, прибывающих из глубин погребающей демонов бездны. Их сила была чудовищной, и они были чрезвычайно жестоки. Пройдя через другую область, все, наконец, подошли к устью погребающей демонов бездны. Бушующая и огромная демоническая энергия устремилась перед ними, как будто она могла затопить весь мир. Даже существование великого священного царства дрожало. Его лицо было бледным, лишенным крови. Джин Чан остановился, повернулся и сказал всем. Те, кто не находится в великом священном царстве, пока останутся здесь. Я создам космическую формацию. Если произойдет какое-либо несчастье, вы можете быстро вернуться в это место и сбежать. В то же время, некоторые люди просят быть здесь. Сказав это, он достал фиолетово-золотой пестик Будды и начал устанавливать здесь формацию, очень осторожно раскладывая множество материалов. Культиваторы Горы Будды уже знали порядок, поэтому они быстро разделились на две группы. Одна группа последовала за Джин Чаном, а другая осталась там. Тогда ты останешься здесь. Гучинг посмотрел на Цзян Чучу. Я не буду. Цзян Чучу покачал головой и уставился на него. Я хочу пойти с тобой вниз. Хотя ее развитие еще не достигло великого священного царства, у нее все еще были другие средства, чтобы компенсировать отсутствие развития. Гучинг нахмурился, как будто собирался разозлиться. Цзян Чучу на мгновение почувствовала некоторую неуверенность, но все же подняла глаза, собралась с духом, посмотрела на него и сказала. Я не хочу оставаться здесь. Это мое дело. Гучинг слегка вздохнул и, казалось, не винил ее, но спросил. Тогда какое твое дело? Разве это не мое дело? Какая разница? Если Цзян Чучу последует за ним, это затруднит выполнение его следующего плана, а также добавит ему много проблем. Я. Цзян Чучу была немного ошеломлена, но она не ожидала, что Гучинг вдруг скажет это. В ее сердце нахлынуло теплое чувство, и какое-то время она не знала, как отказаться. Однако она быстро отреагировала. Гучинг сказал такие слова на глазах у всех. Разве это не признание отношений между ними двумя? Это действительно сделало эту тонкокожую девушку немного застенчивой. Конечно, как святая дева зала человеческих предков, ее навыки поднятия энергии перед людьми были все еще очень хороши, и она мгновенно вернулась в свое естественное состояние. Тогда будь осторожен, я буду ждать тебя здесь. С этим она согласилась. Гучинг кивнул, выражение его лица вернулось к норме, а затем он приказал людям позади него выбрать часть, чтобы следовать за ним, в то время как остальные должны были оставаться здесь. Вскоре после того, как договоренность была завершена, Цзиньча наглянулся на Гучинга и сказал, «Брат Гу, мы можем идти вниз». Сказав это, свет Будды на его теле от сокровища стал торжественным, и он прямо разорвал демоническую энергию перед собой, прежде чем войти в бездну, погребающую демонов. Глаза Гучинга вспыхнули, пустота расплылась, и могучая демоническая энергия автоматически исчезла из его глаз. Он также шагнул вперед и исчез в богатой демонической энергии, упав в глубины погребающей демонической бездны. Бездна, погребающая демонов, была очень большой. Можно сказать, что здесь была уникальная пещера. Страшная атмосфера была необузданной. В нем можно было увидеть множество сражающихся монстров, и они даже не устали. Все существа здесь, будь они физическими или духовными, будут заражены ужасом и будут сражаться независимо от жизни и смерти. Гучинга мог представить, что они были запечатаны здесь бесчисленное количество лет, даже бесчисленное количество эпох. Для ведьмы в красной одежде это было бы большой пыткой. Демоны здесь, даже великие демоны с чудовищной силой, были сравнимы с квази-верховными, но не обладали ни малейшим чувством здравомыслия. Они умели только драться и убивать, либо убивать других, либо быть убитыми другими. Если бы кто-то еще остался в таком темном месте, он, вероятно, сошел бы с ума. Как только они появлялись во внешнем мире, они неизбежно вызывали невообразимые бедствия. Кровавая баня из всех слоев общества, вероятно, это были не просто разговоры. Брат Гу, что ты думаешь о мутации в глубинах, погребающей бездны демона? Но пока Гучинга думал об этом, Зинчан, шедший впереди, вдруг слегка перевел взгляд. Он повернул голову и спросил с улыбкой. Должно быть, печать этого места была сломана, иначе свирепое существо вот-вот родится. Гучинга сказал со спокойным выражением лица. Он планировал напасть на Джинчана, но слова собеседника напомнили ему об этом. Прежде чем увидеть так называемую медитативную мантию, лучше было не делать первого шага. Джинчан, похоже, не удивился, когда услышал эти слова, и продолжил спрашивать. Здесь разразилась суматоха, и все великие демоны бегут наружу, что заставляет людей чувствовать себя странно. Интересно, что думает Братгу. Он намеревался проверить цель Гучинги, чтобы узнать, как много он знает о бездне, погребающей демонов. Если он также пришел за мантией для медитации, то он мог использовать только некоторые средства, чтобы Гучинга остался здесь навсегда. Сила Гучинга была ужасающей, но в погребающей бездну демона он был далек от нее. Эти монстры должны чего-то бояться, а не бунта. На мой взгляд, это больше похоже на так называемый побег. Гучинги, казалось, с первого взгляда увидел его мысли и спокойно сказал, может ли быть так, что до прихода сюда Цзинчан не взял на себя инициативу в расследовании. Тогда каков план Братагу? Сердце Цзинчана екнуло, и он снова спросил. На его мантии сиял свет Будды, сражавшийся здесь с ужасающей демонической энергией. Многие культиваторы вокруг него также сражались, открывая путь вперед, и все они были ранены. Гучинга небрежно сказал, я пришел сюда естественным образом, потому что я беспокоился о причастности Чучук опасности, но я не смог убедить ее. Может быть, Цзинчан думает, что я буду заинтересован в решении бедствия погребения демонической бездны. Если это так, боюсь, вы будете разочарованы. В конце концов, он не удержался от смеха, и это выглядело довольно откровенно, но немного насмешливо. Цзинчан был немного ошеломлен на некоторое время, но он не ожидал, что Гучинга будет настолько честен в этот момент. Он почти не сказал, что он был здесь только для того, чтобы проверить благосклонность, и что ему все равно, по поводу демона, погребающего бездну. Однако это также соответствовало его пониманию Гучинга. В конце концов, как такой парень мог заботиться о жизни и смерти других? Казалось, что у него был заговор против святой девы Чучу, поэтому он пожертвовал своей жизнью, чтобы сопровождать прекрасную женщину, пришедшую сюда. Это его более или менее успокоило. Он чувствовал, что теперь все стало намного проще. Оказывается, брат Гу – честный человек. Он улыбнулся. Поскольку Гучинга не собирался вмешиваться в дело о погребающей бездну демона, то он точно не знал о мантеле для медитации. Тогда какова цель визита Джинчана сюда? Этот Гу очень любопытен. С интересом спросил Гучинга. Цвет лица Джинчана стал нормальным. В это время он не смел лгать, потому что, как только Гучинга узнает, что имеет дело с этим, он усомнится в своей цели. В результате Гучинга заинтересуется мантией для медитации. Если он ограбит его, разве это не разрушит его большой бизнес? Поэтому он решил быть спокойным, но некоторые вещи пришлось скрывать. На самом деле, маленький монах пришел сюда, чтобы вернуть потерянное здесь сокровище Будды. Он открыл рот, чтобы объяснить, видя, что Гучинга не доверяет ему и продолжил. Мне стыдно признаться, это дело связано со скандалом вокруг моей горы Будды. Я был буддийским монахом горы Будды, и у меня было большое хочу быть погребенным в бездне, погребающей демонов. В результате я вошел в нее и был очарован свирепой и могущественной женщиной-демоном в глубинах погребающей демонов бездны. Я был очарован ею, и она украла сокровища из погребающей демонов бездны, надеясь облегчить ее страдания и боль, но, к сожалению, эта женщина-демон была жестока. Сказав это, он вздохнул. Кстати говоря, это то, что он делал в своей прошлой жизни, но он не полностью пробудил свои предыдущие воспоминания, поэтому мог смотреть на это только как сторонний наблюдатель. Судя по его внешности, она была растерянным выдающимся монахом. Насколько это было страшно и невообразимо, это просто случилось, а потом ее убили здесь, Гучинг и спросил спокойно, но в глубине души он чувствовал, что все было немного сложно. Было бы хорошо, если бы ведьма в красном была без сознания. Если бы она была в сознании, разве боли пытки, которые она пережила за эти годы, не вернулись бы к ней в тот момент, когда она увидела его. Не говоря уже о том, что он был избит в погребальную бездну демонов. По мнению Гучинги, эту ненависть было не так просто решить. Ненависть родилась из любви, и эта ненависть была неизгладима даже в самых глубоких глубинах Ада. Теперь казалось, что осталось еще два метода, о которых он думал ранее. Это нужно было постепенно сглаживать, иначе он должен был найти способ убить ее полностью, раз и навсегда. Но единственное, чему мог радоваться Гучинги, это то, что, хотя ведьма в красной одежде не умерла после сильного удара от него, для нее это было не так просто. Даже если бы в то время была возможность высвободить свои эмоции, рана, нанесенная силой разрушения мира, могла бы долго не залечиваться. Вот почему Гучинга искала место, где могла бы питать свою душу. Если бы она была в здравом уме, ее бы одурачили. Если она сошла с ума, ему придется искать другой путь. Итак, в этом вопросе, из-за моего скандала на горе Будды, меня редко упоминали до сих пор. Джин Чен показал немного кривую улыбку на лице, и, казалось, был довольно эмоциональным. Затем он продолжил идти вперед, используя кости Будды на своем теле, чтобы почувствовать, где находится мантия для медитации. В это время, погружаясь все глубже и глубже, Гучинга почувствовал изменения в своем демоническом сердце. Восьмая пустынная демоническая алибарда, казалось, восстанавливалась не такая тихая, как обычно. Ужасающий смысл всей погребающей демонов бездны внезапно, казалось, обрушился с неба, задушив и подавив всех. Запечатанная в нем аура заставляла людей чувствовать, что они столкнулись с существованием, превосходящим императоров и бессмертных. Бездна, погребающая демонов, это результат падения здесь капли настоящей крови, когда я был повелителем демонов. Однако глаза Гучинга были тусклыми. Он чувствовал, что в самой глубокой части бездны, погребающей демонов, была очень знакомая ему аура. Это была не ведьма в красном, а другая аура из более глубокого источника демоническая энергия в бездне, погребающей демонов, бурлила, и чем глубже они погружались, тем больше чувствовали это ужасающие колебания. А на четырех стенах висело бесчисленное количество скелетов, там были существа всех рас и они чувствовали проникающий в душу страх и трепет. Даже плоть и кости были пронизаны холодным воздухом. Это было не то место, куда могли добраться обычные люди. Погребающая бездна демонов существовала столько лет, что можно сказать, что в это место приходили лишь несколько человек и света здесь не было. Однако со зрением Гучинга было легко увидеть окружающие сцены. Стены были крутыми и покрыты всевозможными странными растениями. В пустоте все еще было много лотосов, разрушающих души, но они не были очень старыми, как будто они только что выросли. Они прошли весь путь вниз по устью бездны. Теперь они были почти на дне. Сила демонов здесь была еще более ужасающей. Даже культиваторы вокруг Джен Чена боролись. Многие люди были серьезно ранены демонами здесь. Однако Тхарма Горы Будды была очень тонкой, поскольку она изгоняла из них демоническую энергию несколькими ударами, не вызывая особых проблем. Глубина бездны, вот где настоящая опасность. Молодой господин Чен Ги, вы можете подождать здесь маленького монаха, а я могу пойти один. В этот момент спереди возникла ужасающая и обширная флуктуация, словно небо, падающее с высокого неба, уничтожающее все в радиусе. Увидев это, Цзин Чен Будда выглядел немного величественным, оглянулся на Гу Чен Ги и сказал, хотя то, что Гу Чен Ги сказал ранее, сделало его менее подозрительным. Он все еще был очень бдителен по отношению к Гу Чен Ги и молча защищался от него. Такой человек, как он, не стал бы по-настоящему доверять человеку, не говоря уже о Гу Чен Ги. Лучшей ситуацией сейчас было избежать Гу Чен Ги и войти в одиночку, чтобы Гу Чен Ги не пожелал эту мантию для медитации. Правда, так как это опасно, этот Гу не может уйти. Если с тобой здесь что-то случится, Цзин Чен Будда, не обвинит ли меня Гора Будды? Услышав это, лицо Гу Чен Ги не изменилось, и он ответил с улыбкой. Он, естественно, знал, в какую игру играет Цзин Чен. Если это так, то я заранее поблагодарю молодого мастера Чен Ги. Цзин Чен был немного разочарован в душе, но выражение его лица осталось прежним. Его не удивил ответ Гу Чен Ги. Он уже достиг этой стадии, так как же Гу Чен Ги мог уйти? Просто сейчас у него было немного фантазии. Вскоре Цзин Чен провел всех через место, где демоническая энергия была более обширной спереди и, наконец, достиг дна погребающей демонов бездны. В отличие от бурлящей демонической энергии в остальной части района, это место казалось чрезвычайно мирным. Они даже не могли видеть демона. Все было чрезвычайно мертво, и они не чувствовали никакого дыхания жизни, как будто прошли через невидимый портал и вошли в самую глубокую часть ада. Здесь есть что-то странное и тревожное. Совершенствующийся из висячего буддийского храма открыл рот. Его брови нахмурились, и он пронесся по дну пропасти, которая казалась совершенно мертвой. Тем не менее, они все еще могли видеть здесь много следов боевых действий. Кто-то когда-то пришел сюда, но в конце концов, они попали сюда. Здесь было видно, что более плотный демонический туман окутывал это место и мог даже ослеплять сознание людей и становиться темным. Здесь находится халат для медитации. Цзинчан Будда почувствовал, что кости Будды в его руках слегка светятся, передавая ощущение близости. Эта кость Будды была реликвией, в которую превратился последний владелец деяния для медитации после своей смерти. Однако в выражении лица Цзинчана по-прежнему не было ни малейшей аномалии, и он сказал, это особенное место, почему бы нам не провести отдельное расследование, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти какие-либо подсказки. Интересно, что думает брат Гу. Гучинг почувствовал значение близости к природе из глубин бездны, погребающей демонов. Он небрежно улыбнулся, поскольку Цзинчан так сказал, то для меня естественно провести расследование отдельно, но если возникнет какая-то опасность, я боюсь, что мне будет трудно оказать поддержку. Это то, с чем ничего не поделаешь. Все, будьте осторожны и берегите себя. Я подозреваю, что печать погребающей демонов бездны вот-вот ослабнет и сломается. Это как-то связано с этим местом. Если мы не сможем найти любые следы на некоторое время, мы придем сюда, чтобы встретиться позже. Джин Чан сказал с некоторым сожалением, если это так, то Гу сначала пойдет этим путем, чтобы провести расследование. Гу Чин Га улыбнулся, когда услышал эти слова, затем кивнул, прежде чем направился прямо в другую область, где демоническая энергия была более бурной. Джин Чан внимательно посмотрел на него и увидев, что фигура Гу Чин Га исчезла, повернулся и пошел в том направлении, в котором чувствовалась кость Будды. Однако он беспокоился о том, что Гу Чин Га вернется, и поэтому спрятал свою фигуру, чтобы очень осторожно ждать. Похоже, он действительно пошел другим путем. Джин Чан вздохнул с облегчением. Он долго ждал, не заметил, как фигура Гу Чин Га следовала за ним, а затем направился к тому месту, где ощущались кости Будды. Он был чрезвычайно бдителен по отношению к Гу Чин Га и никогда не терял бдительности, поэтому был осторожен во всем. Ты все еще глупо ждешь, пока я поверну назад? После отделения от Джин Чана и других фигура Гу Чин Га появилась на невысокой горе на дне пропасти со слабым насмешливым выражением лица. Как он мог не думать о вещах, о которых мог думать Джин Чан Будда? Так же, как Джин Чан не хотел, чтобы он следовал за ним, Гу Чин Га тоже не хотел, чтобы он следовал, ведь здесь все еще была капля его настоящей крови. До этого он просто ходил забирать настоящую кровь. Что касается халата для медитации, который искал Джин Чан, Гу Чин Га не торопился. Даже после того, как Джин Чан нашел его, у него все еще были средства, чтобы позволить ему передать его. И энергия, содержащаяся в этой капле истинной крови в погребающей демона в бездне, была за гранью воображения и не поддавалась спекуляциям. Было подсчитано, что с его нынешней силой было трудно интегрироваться, даже если он насильно проглотил и очистил его с помощью бутылки с сокровищами Великого Даа. Однако пока его убрали, все было гораздо проще, и интеграция была лишь вопросом времени. Фигура Гучинга прошла через это место и оказалась в более темной области впереди. Обнаружились ужасающие колебания, это была сила высшего существа, пока еще кипела кровь, она была непревзойденной, заставляя многих монстров во тьме дрожать и не сметь приближаться. Даже разделенной расстоянием, было ощущение взрыва тела. Во время этого процесса было много великих демонов, которые находились в квази-высшем царстве, но, в конце концов, они содрогнулись, не осмелились приблизиться и заползли на место. Сегодня совершенствование Гучинга было всего в полуфуте от квази-императорского царства. Для квази-верховного перед ним не было большой разницы с муравьями. В этот момент все они почувствовали, что поклоняются истинному дракону. Другая сторона могла разрушить их всего лишь струйкой ауры. Земля перед ним уже приобрела темно-фиолетовый цвет, словно образование бесчисленных кровавых пятен, наполненных демонической энергией и мертвой тишиной. Это место было очень странным. Он был разбит в прошлом. Он даже мог видеть, как звезды падали сюда одна за другой, превращая это место в ужасающую воронку. Гучинга углубился в это место, но не почувствовал запаха Чанхунья и почувствовал, что она должна быть в направлении Цзинчана, а он был в том месте, куда упала капля настоящей крови. Он прямо ворвался в пучину, словно вступая в бесхозную землю. Здесь даже были какие-то надписи. Они были очень старые. Он не знал, что они означают. Некоторые были целыми, а некоторые сломаны. Гучинга мельком взглянул на него и вскоре потерял к нему интерес. В глубинах бездны, погребающей демонов, не было пещеры, территория здесь была бесконечной. Остаточная сила этой капли истинной крови даже изменила и перевернула здесь законы неба и земли, в результате чего окружающая среда здесь стала отличной. Он даже мог видеть множество звезд, появляющихся над его головой. Звезды катились, и небесные тайны были хаотичны. Зрелище было ужасающим. Это был независимый мир, который слился в этом месте воедино. Наконец Гучинга прибыл в глубины этого места. Это было море багряного огня или море крови, безбрежные, полные божественной энергии, дымящиеся, катящиеся в небо, источающие кроваво-красный блеск и струйки могучих законов, сплетавшихся и сгущавшихся в нем. Если посмотреть на него с большой высоты, то можно было даже увидеть пузырьки, появляющиеся один за другим и падающие в небо, как будто в нем был древний мир. Когда он прибыл сюда, то почувствовал, что его тело вот-вот разорвется, что показывало, насколько ужасающей была атмосфера этого моря крови, и его можно было назвать могучим. Даже выражение лица просветленных существ менялось, и они не осмелились приблизиться. Однако, когда аура Гучинга была раскрыта, это ощущение разрыва исчезло. В конце концов, эти двое принадлежали к одному и тому же происхождению. В это время неподалеку появилось несколько фигур, очень расплывчатых, с не менее ужасающими аурами. Однако их лица не были человеческими, они были очень странными, как будто все виды существ были сращены вместе, с человеческой головой и животным телом, а голова животного с человеческим телом. В этот момент они смотрели на Гучинга с удивлением, благоговением и покорностью одновременно. Это было чувство из глубины их сердца, потому что они были ужасающими существами, выращенными в этом море крови. Они также были великанами, которые доминировали на одной стороне на дне этой погребающей демонов бездны. У них знакомая и давно потерянная аура. Гучинга заметил фигуры поблизости, но не обратил на них внимания. Он слегка прикрыл глаза и подошел к берегу моря крови, его голос не мог не быть наполнен восхищением. В этот момент море крови перед ними закипело. Из них вырвался чудовищный свет крови, как будто они приветствовали и приветствовали своего первоначального мастера. Ху. В следующее мгновение Гучинга внезапно открыл рот, закричав на бескрайнее море крови перед собой. Ужасающий импульс, казалось, пронесся по всему миру, сотрясая небеса и вселенную. Даже космос вот-вот рухнет. Все существа возле моря крови не могли не дрожать, стоя на коленях на земле, не смея пошевелиться. Гул. Между его бровями сиял небесный дух, яркий и привлекающий внимание, несравненно великолепный и кристально чистый. Это была сила устрашающей энергии и крови, пронизывающая небо, оплетенное пятицветными лучами света и хаотической энергией. Это был первый раз, когда Гучинга показал это. Он мог буквально расколоть небо, даже звезды были хрупкими, как пыль перед ним, они могли превратиться в пепел на одном дыхании. В Гучинга он поглотил бесконечную энергию крови здесь, и красное сияние подобной галактики упало на рот Гучинга. Казалось, что здесь образовалась бездонная черная дыра, больше похожая на тускло свернувшееся солнце, собирающее весь свет мира. Море крови быстро исчезало. Это создавало бурное море. Такая сцена была слишком шокирующей. Гучинга даже показал тело дхармы высотой в 10 тысяч футов, стоящие до неба, и все море крови было подобно волчьему дыму, когда он открыл рот и закричал, проглотив их всех. Все существа поблизости выглядели испуганными. Они были ошеломлены такой сценой, дрожали на месте, напуганы до крайности. Они никогда не думали, что однажды породившие их море крови, источник всей демонической энергии, столкнуться с источником этого моря крови. В это время в место недалеко от Гучинга внезапно прибыла фигура. На теле у него были пятна крови, он не знал, чем он был запачкан. Это был рваный черный боевой костюм, излучающий черный свет, местами были трещины, видно было, что у него синяя кожа и он держал изодранный меч, копье в одной руке, потрескавшийся щит из черного золота в другой. Его аура была очень ужасающей, достигая даже первого слоя квази императорского царства. Остальные существа поблизости очень испугались, когда почувствовали его прибытие. Очевидно, это был абсолютный повелитель этого места сильнее остальных существ. Когда он подошел к Гучинги, он положил копье и щит из черного золота в руку, и в его глазницах загорелся сияющий свет, когда он благоговейно склонил голову, показывая свою готовность следовать за ним. Гучинги слегка прикрыл глаза, тихо поглощая здесь море крови, зная, что она сдается, ему было все равно. Увидев это, остальные существа молча покинули место, не решаясь подойти слишком близко. Обычно, если они встречали это существо перед собой, они становились его пищей. Можно было представить, доказательством. И как раз тогда, когда Гучинги грыз здесь море крови, пытаясь забрать свою прежнюю настоящую кровь. Вся бездна, погребающая демонов, также претерпевала шокирующие изменения. Чудовищная враждебность прокатилась откуда-то далеко отсюда. Этот вид свирепой силы был настолько ужасающим, что это было неописуемо. У него даже была непревзойденная демоническая аура, вырывающаяся из погребающей демонов бездны, затемняющая все звездные поля в радиусе миллиона миль. Вся сущность неба и земли текла вспять, бесчисленные большие звезды дрожали, как будто вот-вот рухнут одна за другой. Было темно, и света не было видно. Такая сцена потрясла многие секты и силы в верхнем царстве, и многие древние существа, которые были хороши в дедукции, изменили свои лица и посмотрели в сторону погребающей демонов бездны. Кровавые и кровавые это ненависть и убийство, которые будут длиться вечно. Небо в верхнем царстве вот-вот изменится, и в павильоне небесного механизма, и в семье тайного неба, которые были хороши в дедукции, были представители старшего поколения. Лица их были торжественные и полны достоинства до крайности, а черепаший панцирь гаданий трещал у них в руках. Кто-то даже глухо фыркнул, сплюнул кровью и вылетел назад, получив ужасающую ответную реакцию с выражением ужаса. Катастрофа на этот раз в погребающей демона бездне, вероятно, приведет к рождению невообразимого несравненного демона. Это действительно невообразимо. Печать изнашивалась за столько лет, неужели она, наконец, не сможет сопротивляться, а разве у нас не было еще полгода? Как же так? Многие силы нахмурились, потому что было трудно разделить их энергию из-за битвы в 8 пустошах и 10 территориях. Но в это время в погребающей демонов бездне произошел несчастный случай. Если бы оставалось еще полгода, они еще могли бы придумать контрмеру, но на текущей сцене могут быть какие-то ненормальные изменения. Нет, я должен послать электростанцию, чтобы взглянуть и потратить некоторое время, чтобы решить вопрос с погребающей бездной демона. В этот момент они начали думать о контрмерах и направили вокруг себя электростанции, чтобы исследовать погребающую демонов бездну. Внезапно в Верхнем Царстве произошло еще одно волнение. Сначала была катастрофа абсолютного небесного вымирания, а теперь был хаос погребающей бездны демонов, заставляющей людей паниковать и чувствовать себя довольно неловко. Что случилось? Может ли это быть из-за расположения мантии медитации? Сила этой печати ослабла. В то же время Джин Чан, который был на дне погребающей демонов бездны, немного изменился в лице. Он только что чуть не задохнулся, и трепет души был у него, как будто он вот-вот замерзнет. Та ненависть, которая могла стереть ауру, и душу, была чудовищной, пропитывая это место, как будто оно было интегрировано с окружающей средой. В своем душевном состоянии в этот момент он не мог не чувствовать некоторый страх, не смея представить масштабы существования, запечатанного в самой глубине. Однако он не был обычным человеком, и выражение его лица быстро вернулось к норме. Он посмотрел на горную вершину неподалеку, которая была не очень высокой, но на ней сияло множество священных писаний. Струны древних рун переплелись и вспыхнули, заклеймив повсюду. Смутно он мог даже видеть божественный свет вокруг горной вершины и появляющиеся призраки Будды и древних монахов, сидящих со скрещенными ногами и распевающих священные писания. На вершине горы плавала лунно-белая мантия для медитации. Свет Будды сиял, выглядя чрезвычайно святым, поскольку он излучал свет, чтобы защитить все вокруг. Когда сюда пришла демоническая энергия, она, казалось, была заражена палящим солнцем и издавала горящий звук, превращаясь в синий дым и вот-вот рассеявшись. Будда это линия барьера печати, мы не можем подойти ближе. У многих монахов вокруг тела джинчана были несравненно достойные лица, уставившиеся на сцену за горной вершиной. Там была кромешная тьма, и не было света, как будто он провалился в вечную тьму. Но была пульсирующая аура, которая заставляла их дрожать, и они совсем не могли ее контролировать. Это чувство было подобно муравью, столкнувшемуся с настоящим драконом. Такое непреодолимое давление было похоже на ходьбу по краю пропасти с закрытыми глазами, и если они не будут осторожны, они будут уничтожены. Помимо одеяния для медитации, здесь также были всевозможные ужасающие образования, излучающие вспышки золотого света. Но с заражением демонической энергии, оно тоже растрескивалось дюйм за дюймом. Очевидно, долго это не могло продолжаться. Они были в ужасе. Я знаю, но халат надо убрать. Лицо Джин Чэна было серьезным, и он пошел в горе впереди. В то же время он вынул кость Будды, которая сияла светом Будды, и, когда он собирался снять одеяние для медитации, положил на нее эту кость. В противном случае здешняя печать обязательно скоро рухнет. Но внезапно цвет лица Джин Чэна резко изменился, все его тело стало холодным, и он не смел пошевелиться, как его телу, позвоночник стал ледяным, а скальп, казалось, взорвался. Он не осмелился повернуть голову, но увидел, что другие монахи смотрят ему за спину с ужасом и ужасом на лицах. Что это такое? В этот момент сердце Будды, принадлежащее Джин Чэну, переполнялось светом Будды, и в то же время кости Будды также расцветали ослепительным блеском, борясь с этой смотрела на него с сомнением и замешательством. Это была красивая фигура, на ее тело упало множество описательных слов этого мира, но оно выглядело пустым и бессильным. Такая красота дошла до крайности, и люди даже не смели осквернить ее, и грех было даже смотреть на нее. Она была одета в красное, высокое и стройное, с черными, как водопад, волосами, маленьким лицом с дынными семечками и без изъянов в чертах ее глаза были черно-белыми, как безупречные черные драгоценные камни, сияющие блеском. Однако выражение внутри него было очень запутанным. Стоя там, глядя на него, ее глаза были не в фокусе, как будто они падали в пустоту далеко за его спиной, глядя на что-то. Это оригинальная фигура. Демон в красной одежде, запечатанный в погребающей демона в бездне. Некоторые воспоминания всплыли в его голове, и спокойное сердце Джин Чена пытаясь взглянуть еще раз, зная, насколько ужасным было это существование. Женщина в красном стояла в строю, не в силах выйти, на ее тело падали всплески золотого света и вздымались клубы синего дыма. С первого взгляда было очевидно, что ей больно, но выражение ее лица не изменилось, она все еще смотрела вдаль в замешательстве. Более того, она обладала неповторимым волшебным очарованием, как волшебный цветок, парящий в небе, или как горчичное зерно, стекающее в преисподнюю, но аура была настолько ужасающей, что у него покалывало на голове, а ноги были настолько слабыми, что он упав на колени. Это демон женского пола в красном, который был записан в классике тогда. Это действительно она. Все земледельцы горы Будды выглядели очень напуганными, но чувствовали, что красная ведьма все еще не может выбраться из запечатанного места, и постепенно почувствовали облегчение. Причина, по которой настоятель висячего буддийского храма умер в начале, заключалась в том, что он вошел в формацию по ошибке. Они не осмеливались недооценивать стоящую перед ними женщину в красном. Ужас другой стороны был невообразим. Просто стоять там заставляло их духи леденеть, но особо смотреть не осмеливались, читали про себя буддийские писания, чтобы успокоиться, чтобы не отвлекаться на красоту собеседника. Она не может выйти. Джен Чен быстро успокоился, зная, что женщина-демон в красном не может покинуть запечатанное место. Он также почувствовал облегчение и планировал направиться к горе впереди, чтобы снять мантию для медитации. Но когда он подошел, сотни миллионов божественных огней внезапно вырвались из формации здесь, как если бы они превратились в лучи света, ослепительные и яркие, устремленные к красному демону в запечатанном месте. Это заставляло ее тело издавать взрывы дымоподобных шипящих звуков, больше похожих на брызги воды на сковороду, от которых кисло и щипало зубы. Но женщина-демон в красной одежде, казалось, не чувствовала боли, словно привыкла к ней. Она все еще ошеломленно смотрела в сторону Джин Чэна. Она, казалось, могла чувствовать, кто был там, кто-то, кто был для нее важен, кого она едва могла забыть. Даже если она не могла его видеть, она все равно знала, где он. Мастер. Мастер. Она выглядела очень растерянной, бормоча эти два древних слова. Но Джин Чэн и другие не могли этого понять. Это казалось очень темным и древним, и они не знали символов и язык о той эпохе. Женщина-демон в красной одежде, казалось, хотела выбраться оттуда, но когда она коснулась света перед собой, ужасный зеленый дым вырвался из ее тела, как будто она была обожжена пламенем, и она не могла не сжаться назад, чувствуя нежность. Лица земледельцев горы Будды резко изменились. Они наблюдали, как рука женщины-демона в красном быстро таяла, когда она касалась света, а плоти кости таяли. Такая боль заставляла их неудержимо, невообразимо дрожать. Кто тогда создал здесь формацию? Это было так страшно. И этот шаблон построения, казалось, был специально создан для того, чтобы запечатать женщину-демона в красной одежде, иначе она могла бы легко перейти на их сторону. Гора впереди была невысокой, и на ней было выгравировано множество буддийских писаний, которые могли подавить злую энергию, но не могли закрыть небо. Ему пришлось шаг за шагом взбираться на вершину горы, чтобы снять мантию для медитации. Джин Чен выглядел набожным, держа кость Будды в руке, когда шел в горной вершине. Всплески света Будды исходили от него, чтобы противостоять ужасающему злому духу. Множество образований на земле не повлияло на него. Его скорость была очень быстрой. Хотя он шел, он уже достиг подножия горы всего за мгновение. Как только я получу мантию для медитации, маленький монах покинет это место. Ты должен оставаться здесь со спокойной душой. Он чувствовал, что взгляд женщины красного демона, казалось, был на его стороне, но узнав, что другая сторона не может выйти из запечатанного места, он почувствовал большое облегчение. Он даже провозгласил с естественным выражением лица, независимо от того, могла ли понять другая сторона или нет. Естественно, бездна, погребающая демонов, должна была стать местом беспокойства для многих сил, да. В то время определенно прибудет много силовых станций, чтобы изменить печать, чтобы не дать ей вырваться из печати и родиться. В противном случае верхнее царство ждет ужасная катастрофа. Услышав эти слова, женщина-красный демон все еще была очень сбита с толку и не знала о намерениях Джин Чена. Для нее эта медитационная мантия считалась чем-то, что могло дать немного тепла в темном подземелье. Только когда она была рядом с этой медитативной мантией, она могла чувствовать покой. Однако сейчас она не могла понять, что означала эта эмоция. Она просто знала, что мантия для медитации была ей полезна, но другая сторона хотела ее забрать. Ей вдруг стало не по себе, и в ее растерянных глазах, ставших холодными, равнодушными, налитыми густой кровью, вдруг появилась шокирующая враждебность. Сразу же в погребающей бездну демона произошло еще одно поразительное изменение. Ужасающая враждебность охватила небо. Многие звезды и континенты снаружи дрожали, как будто вот-вот рассыплются. Лица бесчисленных культиваторов и существ резко изменились. Что, черт возьми, случилось? Может ли быть так, что печать ослабевает? Цзян Чучу и другие, ожидавшие снаружи погребающие демонов бездны, также в шоке наблюдались за этой сценой. Джин Чен тоже был ошеломлен происходящим перед ним, но его ноги продолжали двигаться. Он уже знал, что женщина-красный демон не в лучшем состоянии. В своей предыдущей жизни из-за жалости к Ченкой он потревожил сердце своего Будды и украл его с горы Будды. Пытается изгнать свою демоническую природу, но когда он чуть не приблизился к ней, она указала ему на середину бровей, и он умер на месте. Так что в этой жизни его сердце Будды было еще более стабильным. Он просто хотел взять мантию для медитации и покинуть это место, независимо от красного демона. Медитативное одеяние было сокровищем горы Будды, и было даже высказывание, что оно не было вещью этого мира. Такая драгоценная вещь, естественно, не могла быть сведена к этому. Чи ужасающий импульс пришел снова, когда вспыхнуло ослепительное сияние. Красный демон, казалось, хотел выйти, но столкнувшись с непревзойденной силой формации под ее ногами, она не могла сопротивляться. Даже при такой степени боли ее лицо никак не изменилось, и она все еще пыталась вырваться наружу. От ее простой белой нефритовой руки исходила ужасающая аура. Бесчисленные законы да развивались, и в этот момент существовала даже сконденсированная сущность происхождения, но ей все еще было трудно вырваться наружу. Наоборот, это была враждебность внутри нее, которая постепенно утихала после здешних образований. Воспользовавшись этой возможностью, Джин Чен снова ускорился и быстро поднялся к вершине горы. Кость его Будды излучала сияющий блеск, как яркая лампа. Внезапно издалека пронеслась ужасающая аура. Это было красное копье, залитое кровью, пронзившее пустоту, когда оно спускалось. Бум! Это место внезапно взорвалось, руны заполнили небо, и многие культиваторы резко изменили свои лица. Они пытались сопротивляться, но их уносило волнами, они харкали кровью и в одно мгновение были тяжело ранены. Кто это? Джин Чен тоже был потрясен этой внезапной сценой и холодно посмотрел вдаль. К нам подошла фигура в черном боевом костюме. В рваном боевом костюме, который излучал свет, аура была ужасающей. Его глаза сверкали невиданной силой, заставляя его лицо снова измениться. Существование квазиимператорского царства. Джин Чен почувствовал это величественное давление и, следуя за другой стороной, казалось, что горы и моря рухнули, чтобы погрузить его в воду. Атака только что явно исходила от противника, подавляющего и убивающего множество монахов позади него. Для существования квазиимператора ему действительно не было равных на дне погребающей демонов бездны. Самый мощный культиватор, который он принес на этот раз, был только в квази-высшем царстве. Удар только что уже серьезно ранил его. Если бы он не увернулся быстро, его могло бы проткнуть копьем противника и убить на месте. Однако в следующий момент выражение лица Джин Чена снова изменилось. Было даже невероятно, что за этой черной фигурой стоял его старый знакомый Гучинге. Брат Гу, что это значит? Лицо Джин Чена опустилось, он не был уверен в связи между этой черной фигурой и Гучинге, и он не знал о намерениях Гучинге. Однако он не заметил, что с появлением Гучинга сбитые с толку глаза женщины-демона в красной одежде постепенно сфокусировались. Хотя она все еще была ошеломлена и сбита с толку, ее взгляд упал на Гучинга и ничуть не пошевелился. Хозяин, мастер, из ее рта раздавался неясный шепот, настолько неясный, что никто, кроме Гучинга, не мог его понять. Однако выражение лица Гучинга совсем не изменилось. Казалось, он не видел ее и все еще смотрел на Джин Чена. Состояние Чен Хуны было таким, как он и ожидал. Она была запечатана здесь бесчисленное количество лет, и ее рассудок больше не был ясен. Но независимо от того, когда это было спокойно или когда это было жестоко и убийственно, это определенно не было чем-то, к чему обычные люди могли приблизиться. Ее сила была настолько ужасающей, что даже у просветленного не хватило бы смелости противостоять ей в отчаянии и убежать. Это был страх, который просачивался в душу. Но это была хорошая новость для него. Джин Чен планирует сломать печать этого места и освободить запечатанного здесь демона. Гучинг слегка приоткрыл рот. Его взгляд упал на мантию для медитации позади Джин Чен Будды. В то же время он направился туда, а черная фигура уважительно следовала за ним. Это был парень, который раньше пытался сдаться и следовать за ним перед морем крови. Сила квази-императорского царства была абсолютным повелителем поблизости и его сила была могущественной. Чтобы избежать неприятностей, Гучинг назвал его Альфой. Лицо Джин Чена слегка изменилось. Именно тогда он понял, что Гучинг неправильно понял его намерения, поэтому он позволил людям, стоящим за ним, сделать это. Но на этот раз было не время спрашивать о личности черной фигуры. Брат Гу неправильно понял, я не хотел нарушать печать этого места. Он собирался объяснить. Однако Гучинг не дал ему возможности продолжить разговор. Выражение его лица было очень равнодушным, пустота менялась вместе с его шагами, и перед ним возникло пятно. Он прямо поднял руку и похлопал вперед. Джин Чен был потрясен, когда выплюнул кровь, его тело почти взорвалось. Если бы не кость Будды в его руке, которая в критический момент излучала слабый свет Будды, блокируя удар Гучинга. Иначе прямо сейчас его бы расстреляли. Как у монаха, его разум настолько порочный, что он намеревается разоблачить запечатанную здесь мантию для медитации, выпустить демона и принести беду в мир. Джин Чен, ты так сильно разочаровал этого Гу. Гучинга сказал легко, его тон казался холодным, даже более безразличным. Гучинга, ты. Джин Чен Будда кашлял кровью и изо всех сил пытался подняться с земли с чрезвычайно уродливым выражением лица. Свет Будды в его теле сиял, намереваясь залечить рану. Удар только что чуть не убил его. Если он заблокировать его с костью Будды в руки, более того, он не знал, действительно ли Гучинга неправильно понял или он планировал убить его здесь. Это сделало его сердце очень холодным. Он достал артефакт Тхармы Горы Будды раскачивающийся демонический пестик. Это сокровище заключало в себе силу покорять демонов. С его нынешней силой, хотя он и не мог полностью активировать ее, она также могла обеспечить немного большую защиту. Я что? Почему мне кажется, что Джин Чен, тебе есть что скрывать, поэтому ты планируешь выпустить этого демона? Гучинга легко сказал и снова шагнул вперед, как будто хотел убить его здесь. Гучинга, ты не хочешь плеваться кровью, я просто хочу вернуть сокровище моей Горы Будды. Цвет лица Джин Чена был очень некрасивым. Он чувствовал, что неоднократный обман Гучинга был слишком большим. О, это хорошее оправдание. Чтобы вернуть сокровище Горы Будды, вы планируете освободить этого демона? Улыбка Гучинга была слегка саркастичной, но его глаза по-прежнему оставались равнодушными и непоколебимыми. Защити Будду. Культиваторы Горы Будды также были очень потрясены, увидев эту сцену. Они не ожидали, что после появления Гучинга он планировал подавить и убить Джин Чена. Они думали, что Гучинга неправильно понял и думали, что Цзин Чен собирается открыть печать этого места. Поэтому все они приняли меры, чтобы остановить это бум. Всплеск буддийских писаний возник чрезвычайно ярким образом, подобно падению звезды, сделав пустоту кристально чистой и святой. Однако Альфа лишь равнодушно взглянул на них, как будто наблюдал за муравьями. Затем ужасающая волна копья отправила их всех в полет. Без приказа Гучинга он не решился атаковать. В сговоре с демонами и попытке внести хаос в мир это преступление должно быть наказано. Убить их всех Гучинга легко приказал Гучинги, не проявляя пощады в своих руках. Он просто поднял одну руку и ударил Джин Чена перед собой. Демонический пестик в его руке излучал ослепительный свет Будды, подобный гневу грома, пытаясь противостоять удару Гучинги. Однако разрыв между Джин Ченом и Гучинги был слишком велик, и он был унесен в одно мгновение, непрерывно кашляя кровью, его тело почти взорвалось. Сила качающегося демонического пестика не могла конкурировать с ладонью Гучинги. Он был тяжело ранен, и любые средства были бесполезны перед лицом абсолютной силы. Остальные культиваторы горы Будды вообще не могли сравниться с Альфой. Их убийство ничем не отличалось от убийства так называемых муравьев. Они взорвались в одно мгновение, и их души были уничтожены вместе. Бунт в погребающей бездну демона, вероятно, как-то связан с вашей горой Будды. Пока Гучинги говорил, он снова атаковал. Но на этот раз Джин Чен был очень решителен и почувствовал мурашки по всему телу. Видя безжалостные методы Гучинги, он прямо пожертвовал демоническим пестиком и костью Будды в своей руке. В то же время были вызваны записанные ранее модели формирования, и огромный лотос Будды расцвел. Возникла ужасающая аура, и он скрылся в ней, кашляя кровью, прежде чем быстро исчезнуть. Он чувствовал, что если не сбежит, Гучинга обязательно убьет его прямо сейчас. Теперь, когда дело дошло до этого момента, он, естественно, больше не осмеливался брать медитативную мантию. Но Гучинга просто спокойно и равнодушно наблюдал за этой сценой и не стал продолжать преследование. Если ты не убежишь, ты не сможешь взять на себя вину. Он не планировал убивать Джин Чена здесь. Ведь печать демона, погребающего бездну, сломается раньше времени, и демон в красной одежде тоже появится раньше времени. Такое крупное событие обязательно вызовет сенсацию в высшем царстве и вызовет безграничные волны. Если бы некому было взять на себя ответственность, это принесло бы ему массу неприятностей. И в тот момент, когда Цзин Чен сбежал из этого места, Гучин Ге посмотрел на Чен Хуны. Затем выражение его лица слегка изменилось, и он подошел к ней. В память о нема на робко потянуло за угол его одежды. Маленькая девочка, которая любила носить красную одежду, встала рядом с ней перед ним. Хозяин, мастер, отец, глаза Чен Хуны были пустыми, когда они упали на лицо Гучин Ге, чувствуя себя близко и желая уйти из зоны, где располагалась формация. Но когда она приблизилась к нему, на нее внезапно нахлынула палящая и ужасающая аура, издав палящий звук из ее тела. Такая боль не мешала ей двигаться, она все еще шла к Гучин Ге очень упрямо. Она хотела выйти через печать. Чичи. Звук горения здесь становился все более пронзительным, сопровождаемый зеленым дымом, но после прибытия сюда казалось, что ее останавливает ров. На ее лице появилась грусть. Гучин Ге заметил, что шрамы на ее руках явно остались, когда она только что прикоснулась к формации. Хотя они быстро зажили, они все еще были ужасны. Построения перед ним не могли остановить его. Пока он хотел, он мог уничтожить их в любое время. Хотя это было заложено повелителем демонов, он был повелителем демонов, а повелитель демонов был им, так что разрушить формации было легко. Я выпущу тебя. С сегодняшнего дня ты свободен. После этого Гучин Ге заговорил, и из его уст прозвучал древний непонятный язык. Чан Хуны повернула голову в сторону. Ее голубые волосы свисали вниз, она понимала, что он имел в виду, но выражение ее лица все еще было очень смущенным. Она протянула свою белую и чистую нефритовую руку и проверила образование перед глазами. Потом еще вспыхнула яркая вспышка, издав ужасающий горящий звук, и вырвался клуб зеленого дыма. Однако она, казалось, привыкла к боли, просто посмотрела на свою руку. Ее взгляд все еще оставался пустым, и медленно ее взгляд снова упал на лицо Гучинга. Она чувствовала, что многое забыла, но помнила, что человек перед ней был для нее очень важен. В ее нынешнем состоянии, если бы у нее не было этой формации, чтобы уничтожить демоническую и враждебную энергию, она могла бы немедленно напасть на меня. Хотя сейчас она безумна, у нее есть другая личность, которая разрушает мир и убивает. Глаза Гучинга были немного задумчивыми. Он только что видел еще одно появление Чанхуны, если бы не здешняя формация, которая стерла ее враждебность в то время, она могла бы быть не такой вежливой с ним. Думая об этом, Гучинга все же решил попробовать, но перед этим он переместил свою фигуру, чтобы запечатать мантию для медитации на вершине горы. Эта вещь была очень эффективна для подавления враждебности к Чанхуны, поэтому он должен был получить ее первым. Множество огней Будды переплелись, когда они, наконец, превратились в величественное и огромное давление, охватившее все направления. Как только одеяние для медитации было снято, множество теней Будды в этом месте сразу же исчезли. Голос Будды, проникающий повсюду, наконец вернулся к одеянию медитации. Он должен был сказать, что это сокровище горы Будды было очень таинственным, пока человек приближался к нему, его ум был бы в покое, а враждебность рассеялась бы. И в тот момент, когда Гучинг забрал одеяние для медитации с мыслью в уме, все паттерны формации, начертанные в пустоте между четырьмя стенами, рухнули и рассеялись. Печать была сломана. В бездне, погребающей демонов, раздавался плач тысяч демонов, от которого покалывало по коже головы. Все демоны бежали, словно чувствовали что-то ужасное. в радиусе десятков тысяч миль. Это была чрезвычайно шокирующая сцена. Звезды померкли, а кровавые облака взлетели вверх. Многие практикующие секты и силы были потрясены. Они чувствовали, что в далеком небе вздымалось облако крови, закрывающие небо и закрывающие солнце, что было пугающе. Атака. В тот момент, когда Гучинг закончила это делать, он почувствовал прилив ненависти и убийственную ауру, окутывающую ее. Чанхуны стояло на месте, замешательство в ее глазах исчезло, и все они стали холодными и бессердечными, даже ее зрачки окрасились в кроваво-красный цвет. Волосы развивались, и ужасающая враждебность, которая, казалось, копилась бесчетное количество лет, вырвалась наружу, как горный поток, вырвавшийся из берега. Его в ее глазах был только Гучинге, и у нее была только одна мысль убить его. Однако, прежде чем она успела сделать движение, пустота перед Гучинге разверзлась. Он предвидел и устроил Альфу. Затем он развернулся и покинул это место, не задерживаясь надолго. Самое позднее, через полгода, печать здесь сломается и рассеется, и в это время появится Чанхуны. Мантия для медитации действительно чудесным образом подавила ее враждебность, но в сочетании с формацией здесь Гучинге не стал рисковать. Как только он приблизится к Чанхуны в это время, это определенно станет катастрофой. Теперь он позволил ей родиться на полгода раньше, что могло значительно облегчить жизнь. Доминирование над нынешней личностью Чанхуны уже было неизгладимой ненавистью в самой глубокой части ада. Увидев исчезновение Гучинги, выражение лица Чанхуны совсем не изменилось, она по-прежнему была холодная мгновение она внезапно открыла рот и закричала на дне пропасти. Бесчисленные потоки демонической энергии и монстры собрались к ней, как река, впадающая в море, и вместе устремились к погребающей демонов бездне. Это был несравненно властный метод ограбления всего на свете. Звездное поле померкло, и казалось, что большие просторы звезд в этот момент сметены, оставив в одно мгновение лишь бесплодие. Жизни всех существ и культиваторов были поглощены. Разум и душа Чанхуны повреждены, ее память не полна, ее разум спутан. У нее есть только ностальгия, у другого только ненависть. К счастью, она не может быть такой, как обычные люди, иначе она нашла бы мой нынешний легко идентифицировать себя. Я позволю ей выговориться. После того, как Гучинга покинул дно бездны, он отправился на поиски Цзян Чучу и других, чтобы встретиться и первым покинул погребающую демона в бездну. Были некоторые вещи, которые не нужно было объяснять ей слишком много. Она и сама могла догадаться. Только что Джин Чан сбежал из схемы телепортации после тяжелого ранения. Дело в погребающей демона в бездне связано с ним? Спросил Цзян Чучу. В то время она собиралась убить Цзян Чана, но он был очень осторожен и прямо стряхнул ее с демонического пестика, прежде чем бежать на расстояние, не останавливаясь. Она беспокоилась, что внизу с Гучинга и что-то может случиться, поэтому не стала преследовать его. Гора Будды однажды использовала сокровище, чтобы запечатать демона на дне погребающей демона в бездне, но Джин Чан намерен забрать это сокровище. Независимо от последствий, он планирует освободить демона. Я видел его действия и дрался с ним, но он был тяжело ранен и сбежал. Гучинга слегка покачал головой, а затем объяснил то, что понял, по-другому. В том числе, как настоятель висячего буддийского храма однажды украл буддийское сокровище и как оставил его на дне пропасти. Так получилось, что, будучи реинкарнацией бывшего настоятеля висячего буддийского храма, Джин Чан, все еще находившийся в пыли, попытался освободить демона-женщину, запечатанную под погребающей бездной демона. Услышав это, Цзян Чучу был в беспокойном настроении. Другими словами, ужасающее движение только что было признаком того, что демон-демона, погребающего бездну, родился на полгода раньше. Это правда, высоко в небе полосы божественного света пронзали небо с очень большой скоростью. После потрясающих изменений из погребающей демонов бездны, Гучин Ге и другие быстро бежали из погребающей демонов бездны. Выслушав объяснение, Цзян Чучу был крайне удивлен. Она не сомневалась в словах Гучин Ге, но не ожидала, что такое произойдет, потому что в то время у нее было ощущение, что мотивы Джин Чена были нечистыми. Оказалось, что это была правда того, о чем она догадывалась в то время. Таким образом, это объясняло, почему Джин Чен позволил всем разойтись в то время. Оказалось, что у него были другие планы, он планировал освободить демона женского пола, который был запечатан в бездне покупки демонов. В то время она все еще чувствовала, что у Джин Чена не хватило смелости сделать это, но, к сожалению, недооценила смелость Джин Чена. Более того, она впервые услышала, что гора Будды годами скрывала такую тайну. Это было невероятно, что бывший выдающийся монах горы Будды был заколдован женщиной-демоном из погребенной демонической бездны, которая тронула сердце его Будды, тем самым предав гору Будды и похитив сокровища горы Будды. Если об этом станет известно, это дело определенно вызовет огромную сенсацию и потрясет многие секты и силы. Таким образом, Джин Чен не зря сделал это. Насколько силен демон в бездне, погребающий демонов? Спросил Джин Чучу, вспомнив еще одну важную вещь. Если сила демона среди них была невелика, можно было объединиться с различными силами да и послать мощные станции, чтобы снова запечатать его. Гучинг взглянул на Джин Чучу, когда услышал эти слова. Он покачал головой и сказал, ее сила ужасна. Я думаю, что обычные просветленные существа они являются ее противниками. В это время вы не должны вмешиваться, нет мира во внутреннем царстве. Хотя Чен Хуны еще не покинула погребающую демонов бездну, Гучинг считал, что вскоре она появится повсюду в мире. Висячий буддийский храм рядом с бездной, погребающий демонов, определенно вынесет на себя основную тяжесть. В этот период ему не нужно было слишком беспокоиться. У некоторых других секты сил была бы головная боль. Просто он должен был думать о том, как решить проблему ее мести. Гора Будды была одним из путей, но этого было недостаточно. Враждебность Чен Хуны утихнет через некоторое время. Это возможность. Судя по ситуации, именно сила формации истощила ее энергию и позволила ей восстановить самообладание. Так что, пока Чен Хуны устала от убив достаточно, она, естественно, немного отдохнет. Гучинг уже придумал контрмеру, поэтому не торопился. Что касается того, сколько убийств будет вызвано рождением Чен Хуны в Верхнем Царстве, он не думал об этом. Он освободил Чен Хуны досрочно, и суть не сильно изменилась. Общие просветленные существа не являются ее противниками. Цзян Чучу слегка нахмурился. Ее сердце становилось все более и более беспокойным. Даже Гучинг сказал это, что только показало, что сила женщины-демона была ужасающей и невообразимой. Иначе он бы не забрал всех демонов бездну. Это уже показало, как сильно Гучинг боялся ее. В прошлом он всегда был спокоен, и его лицо не менялось, даже когда небо падало. Однако черная и ужасающая фигура внезапно появилась рядом с Гучинг как телохранитель и больше не уходила. Ей все еще было немного любопытно, но это явно касалось секрета Гучин поэтому она больше не задавала вопросов. Судя по его силе, он, вероятно, превзошел высшее царство. Одной просачивающейся ауры было достаточно, чтобы разрушить тело человека, что было очень страшно. В течение этого периода вы должны вернуться в зал человеческих предков и сначала мирно совершенствоваться. Не обращайте внимания на многие вещи снаружи. После этого Гучинг посмотрел на нее и тихо сказал. Цзян чуть-чуть тихонько хмыкнул. Она была очень послушна и знала, что это дело имеет большое значение. Это было не ее время, чтобы быть своевольным. Гучинг сказал ей не выходить, потому что беспокоится о ее безопасности. В то же время за пределами погребающей демонов бездны демоническая аура была подавляющей враждебность, шокирующей ледяной холод. Слабая снежинка действительно проплыла между небом и землей. Оно было очень кристально чистым, смешанным с божественным светом, но смешанным с кровью, и даже в небе отразилось ужасное видение. Там были горы трупов и моря крови, наполненные грудами костей. Цветущие цветы лотоса кроваво-красного цвета были несравненно красивы и привлекали внимание. Из него вышла красивая женщина в красном с развивающимися черными волосами и заснеженными босыми ногами. Ее аура была холодной и бессердечной, а глаза, как ножи. Стоя под небом, она открыла рот и закричала. Весь гнев и демоническая энергия в радиусе 10 тысяч миль скатились, покрывая небо и солнце, подобно волчьему дыму, который она проглатывала ртом, прежде чем превратиться в фонтанирующую и огромную энергию. После этого ее равнодушные глаза опустились, когда она посмотрела на множество культиваторов и существ, которые пришли сюда из-за изменений в этом месте. Эти культиваторы и существа были очень могущественными. Они не были обычными людьми. Все они были крупными деятелями различных бессмертных сект и этнических групп. Но в этот момент они похолодели. Их спины, казалось, застыли, и они чувствовали, что их естественные враги преследуют их. Кто это? Может ли это быть свирепым демоном, рожденным на дне погребающей демонов бездны? Группа силовых станций задрожала всем телом из-за безупречного лица женщины-демонов красной одежде. Они были немного вялыми, а потом поняли, что не могут не хотеть отступить. Может ли быть так, что печать погребающей бездны демона сломана. Но что-то не так. Были также люди, которые были в ужасе и дрожали, планируя покинуть это место, чувствуя страх, желая сбежать. Такая женщина со странной аурой явно была ненормальной. Ее сила была непостижимой, огромной, как бездна. Нет, она преследует нас. Быстрее это место опасно, мы не можем здесь оставаться долго. Это шли в себя и почувствовали, что взгляд женщины демона был подобен ножу с неба. Если бы она захотела увидеть их насквозь, даже их дух и душа были бы уничтожены. Другая сторона смотрела не на них, а на их души. Разобравшись в этом деле, они вообще не осмелились остаться. Некоторые люди даже сжигали свою жизненную сущность, активировали секретную технику, сжигали все свое тело, превращались в божественный свет и убегали, напуганные до крайности. Кто же выпустил этого демона? Не дайте знать этому старику, иначе их точно разрубят на куски. Они будут сожалеть о том, что пришли в этот мир до конца своих дней. Кто-то ругался, полный сожаления и страха, изо всех сил пытаясь вырваться из этого места. Если бы они знали, что здесь произойдет нечто подобное, то не пришли бы сюда из любопытства. Это соответствовало утверждению, что любопытство убивает людей. Но в следующее мгновение безграничная враждебность и демоническая энергия накрыла небо и окутала небо и землю. Нехорошо. Все убегающие культиваторы и существа были в ужасе и отчаянии. Их души были почти заморожены и было трудно вырваться из сферы действия этой демонической энергии. Глаза красной ведьмы были холодными и бессердечными, без каких-либо колебаний. Она просто подняла ладони и провела пальцем вперед. Красное сияние заполнило небо, словно падающие кроваво-красные звезды. Внезапно мир оказался разделенным, и ужасающая убийственная аура пронеслась по всему региону, случайно пугающе, так как мгновенно проникало во всех, кто находился перед ним. Затем с грохотом все отчаялись и взорвались в пустоту, превратив их в кровавый туман. Их тела и души были уничтожены. Окрестности бездны, погребающей демонов, тут же окрасились безграничными убийствами и кровью. Из него вышла женщина-демон в красной одежде и пошла в пустоту с безупречным лицом и развивающимися черными волосами очень медленно, но законы соседнего мира изменились из-за ее шагов. Горы и реки текли на небольшом расстоянии. Казалось, она знала, где находится аура Гучинги и медленно шла в том направлении, куда он ушел неторопливо, равнодушно. Все существа на пути были забиты ею до смерти, пока они не достигли горных ворот висячего буддийского храма. Здесь она остановилась, прислушиваясь к звуку падающей деревянной рыбы, свету Будды, сияющему во всех направлениях, давая ощущение святости и спокойствия. Однако она нахмурилась, как будто ей не нравилась такая аура. Она закатала рукава и внутрь хлынула бурлящая демоническая энергия. Сияние перед висячим буддийским храмом ослепило небо и фигуры древних монахов и будд, казалось, сопротивлялись этому удару. Все монахи выбежали из-за резкого изменения выражения лица, но всего за мгновение они исчезли, превратившись в пепел и рухнув в пустоту, включая формирование висячего буддийского храма, который просуществовал лишь некоторое время, прежде чем рухнул и взорвался. Старый монах с глубокими буддийскими учениями какое-то время сопротивлялся, но в следующий момент он закашлялся кровью и рухнул, разрушенный телом и духом. Под этой ужасающей силой они были слабы, как муравьи. Они культивировали много лет, но это было бесполезно. Гул. В следующее мгновение проявился огромный свет Будды, ярко осветивший небо. Золотой свет вспыхнул, и драгоценный вид стал торжественным. Старый монах с белыми бровями сидел, скрестив ноги, с добрыми бровями и глазами. Он открыл глаза и появился в небе. Амитабха, благодетельнице лучше отпустить свою ненависть. Он воспевал имя Будды и видел, что здесь произошло. Ему было грустно и беспомощно, но он все еще собирался убедить женщину-демона отпустить свою ненависть. Однако, прежде чем он успел закончить свои слова, он почувствовал, что его разум онемел. Кристально чистая и безупречная, тонкая, похожая на палец зеленая луковица пронзила его брови, от чего остальные слова застряли у него в горле. Последний ореол его изумления и потрясения остался в глазах белобрового старого монаха. Он понятия не имел, как рядом с ним появилась одетая в красной женщина-демон, а затем последний блеск в его глазах потускнел. Его тело и дух исчезли. Женщина-красный демон прошла мимо его трупа. Ее глаза были похожи на ножи, и она была холодна и бессердечна, как если бы она чувствовала бельмо на глазу от того, что раздавила маленькое насекомое до смерти. Она остановилась здесь. У ее ног было море крови и трупов, из-за чего ее нефритовые ступни казались кристально чистыми и белыми. Потом посмотрела вдаль и снова пошла. В этот день в погребальной бездне демонов царил великий хаос, и демоническая энергия была подавляющей. Звездное поле в радиусе десятков тысяч миль потускнело. Многие древние звезды жизни и древние города на одном дыхании превратились в бесплодные и мертвые места. Эта новость быстро распространилась по всем сторонам, вызвав огромную сенсацию. Многие культиваторы и существа были потрясены до крайности. Происхождение погребающей бездны демонов было очень загадочным и древним, даже охватывающим бесчисленные эпохи. Многие древние существа догадывались, что время существования погребающей бездны демонов превзошло многие бессмертные силы в верхнем царстве сегодня. Его можно даже проследить до эпохи табу, давно похороненной в истории. Теперь в погребающей бездну демона была ужасающая аура, как будто непревзойденный свирепый демон пробудился и хотел омыть мир кровью. Шок, вызванный этим инцидентом, был за гранью воображения. Культиватор однажды отправился в бездну, погребающую демонов, чтобы исследовать, желая узнать, какое существование было запечатано в ней, но, прежде чем углубиться слишком глубоко, он трагически погиб в ней. Со временем в глазах многих существ и сект погребающая бездна демонов ничем не отличалась от так называемой запретной зоны. Теперь среди них родился демон, ее происхождение было абсолютно древним и не изменилось, и ее развитие могло даже превзойти царство императора. Культиваторы и существа, которые отправились в погребающую демонов бездну для расследования, все умерли, и никто из них не выжил. Методы зловещего демона можно было назвать жестокими и безразличными. Более того, самым сенсационным было то, что висячий буддийский храм, ответственный за охрану погребальной бездны демонов, за сутки погрузился в море крови и превратился в пепел. Все монахи в нем были убиты. Даже старый монах, уже достигший царства квази-императора, пал на смерть. Центр его брови был пронзен, и он трагически погиб в одно мгновение. Когда об этом происшествии стало известно, тут же поднялись бескрайние волны, все были в шоке. За висячим буддийским храмом находилась гора Будды, существовавшая бесчетное количество лет и очень древняя. Он отвечал за охрану злых духов рядом с погребающей бездной демонов, императорском царстве, который бесчетное количество лет культивировал буддизм, погиб так трагически, что показало ужас и силу красного демона. Многие люди были в опасности, опасаясь, что красный демон уничтожит мир после своего рождения. До сих пор они не придумали, как с ней справиться. Однако многие люди также были озадачены, потому что знали, что печать в погребающей демонов бездни может продержаться не менее полугода. Почему демон родился рано? Что, черт возьми, случилось, когда родился демон погребающий бездну демона, Гучинги, святая дева зала человеческих предков, Зинчан и другие отправились туда, чтобы подчинить демонов попытки решить катастрофу. Многие люди задавались вопросом и сомневались, задаваясь вопросом, имеет ли это дело какое-то отношение к ним. Иначе как могло произойти такое совпадение? Более того, на этот раз было очень мало культиваторов, сбежавших из погребающей которые шли с ними, все упали на землю в крови. Гора Будды понесла тяжелые потери. Говорили, что только Джинчан сбежал. Беспорядки, вызванные этим делом, были немалыми, но силы, стоящие за Гучинги, святой девой зала человеческих предков, Зинчаним и другими, были серьезными. Никто не смел говорить глупости, но должен быть способ справиться с этим вопросом. В то же время необходимо найти причину, по которой красный демон сбежал из ловушки. Но вскоре появилась новость, снова шокировавшая всех, что красный демон в погребающей демонической бездне был выпущен Джинчаном. Многие культиваторы и существа, получившие известие, были потрясены и стояли ошеломленные, не смея представить. Многие секты сразу произвели сенсацию, потому что силой, распространившей новость, был зал человеческих предков. Это должно было заставить людей быть осторожными, потому что зал человеческих предков не мог просто так создать гору Будды. Для этого должны быть какие-то основания и причины. Джинчан отправился в бездну, погребающую демонов, намереваясь забрать сокровище горы Будды, которой было запечатано на дне бездны, погребающей демонов. Именно из-за этого печать была ослаблена, и красный демон сбежал. Кроме того, Джинчан является реинкарнацией настоятеля висячего буддийского храма. Говорят, что он был околдован красным демоном на дне погребающей украл сокровища горы Будды и пытался отогнать злых духов от красного демона. Демоническая природа, в конце концов, как-то потерялась в нем. Я действительно не ожидал, что гора Будды скроет такой скандал. За эти годы о нем не было слышно. Бесчисленные культиваторы и существа были потрясены, посчитав новости слишком взрывоопасными. Гора Будды, которая всегда считала себя благородным местом, неожиданно сделала нечто подобное. Говорят, что настоятель висячего буддийского храма которого редко можно было увидеть на горе Будды на протяжении тысячелетий. Он обладал сердцем и мудростью Будды, и ему суждено было стать святым и Буддой. В конце концов, он сбился с пути и был заколдован красным демоном. Более того, после того, как такие новости вышли, все стороны были шокированы, а Будда-гора, которая была вовлеченной стороной, никак не отреагировала. В глазах многих практикующих это была вина горы Будды. Внезапно праведное негодование наполнило многих людей, и даже появился могущественный человек и вошел на гору Будды, чтобы попросить объяснений, потому что некоторые из их соплеменников трагически погибли от рук красного демона, но они не осмелились отомстить ему ее. Столкнувшись с гневом и осуждением всех бессмертных и древних сил, гора Будды ответила молчанием. Многие земледельцы и существа бросились на гору Будды в поисках справедливости. Если бы Джин Чен не ослабил печать, как мог красный демон родиться рано, застав всех врасплох. Если бы время немного затянулось, они могли бы придумать способ. По этой причине многие люди отправились на гору Будды, чтобы попросить объяснений. В любом случае, это дело было неотделимо от Джин Чена. Это моя вина. Я не могу оставаться на горе Будды, но это не имеет ничего общего с Джин Ченом. Я тоже верю в то, что он сказал. В этот момент в великолепном зале горы Будды сияло множество огней Будды, несравненно святое, и струилось очарование Будды. Здесь собралось множество высокоразвитых монахов, окруженных заслугами и добродетелями, смотрящих на Джин Чена, стоящего на коленях перед Буддой, со сложными выражениями, включая сострадание, гнев и вздохи, но они были спокойны. Многие слухи из внешнего мира, казалось, не имели к ним никакого отношения. Тот, кто говорил в этот момент, был благожелательным старым монахом, одетым в какую-то поношенную монашескую рясу, со слабым дыханием. Если закрыть глаза, можно было даже почувствовать, что перед ними никого нет. Этот человек не существовал в шести царствах мира. Его совершенствование достигло непостижимого уровня, это было трудно описать словами, а его глаза были очень спокойными и ясными. Но в ней были и бесконечные перепетели и глубины, содержащие всевозможные тайны и законы мира. Эволюция Вселенная и сцена обрушение небес. Владелец Лицо Джинчена выражало вину, он склонил голову и опустился на колени. Старый монах перед ним был Руфо, нынешним настоятелем горы Будды. Я верю тебе в этом вопросе. Гучинг только что однажды обманул тебя. Тебе повезло, что ты уцелел. Монах слегка покачал головой с добрыми бровями и добрыми глазами, даря людям чувство умиротворения. Услышав это, Джинчен тоже успокоился, без малейшего следа беспокойства. Он также многое знал о внешнем мире. Даже гора Будды едва могла удержать его и нуждалась в объяснении многим силам и сектам. Этот вопрос очень разозлил его, но больше всего это было бессилие. Как бы он не защищался, изменить что-либо будет сложно. Даже если он объяснит, что, когда он брал одеяние для медитации, он планировал использовать другое сокровище, чтобы подавить его, кто бы поверил этому. Наоборот, они почувствуют, что он софистик и даже очень рассердится. В каком бы аспекте он не находился, Гучинга забил его до смерти. Он даже чувствовал, что причина появления красного демона определенно была вызвана жадностью Гучинга к сокровищам горы Будды и их похищению. В конце концов, Гучинга избил его, подставил и даже раскрыл тайные скандалы его прошлой жизни, за что горе Будды стало стыдно. Хотя эта новость пришла из зала предков людей, он не верил, что Гучинга не стоит за этим. Всевозможные действия приводили его в бешенство и в то же время он чувствовал холод в сердце, чувствуя, что этот противник чрезвычайно ужасен. Ради сокровища он, не колеблясь, освободил красного демона, чтобы навлечь бедствие на людей мира и свалил всю вину на козла отпущения. Забрав сокровище сам, он вызвал бедствие для мира, а также завоевал хорошую репутацию моя гора Будды объяснит этот вопрос внешнему миру. В этот период времени, Джин Чен, ты должен хорошенько позаботиться о своих ранах. Объяви внешнему миру, что ты уже повернулся спиной к стене и подумал об этом. Внутри сокровищницы Руфо слегка покачал головой. Он сложил ладони вместе, повторяя имя Будды и сообщая всем. Джин Чен был потомком горы Будды, а также был кандидатом в настоятели следующего поколения. Они не допустят, чтобы он попал в аварию. Даже на этот раз многие слухи из внешнего мира были не в пользу Джин Чена. Они также должны были найти способ защитить его. Гора Небесного Императора, нация Бесконечного Огня и другие силы воспользовались возможностью, чтобы атаковать вместе с предыдущей ненавистью, чтобы сразу свести счеты. Ситуация была для них очень неблагоприятной, но в это время не было другого выхода, кроме как поступить так. Гучинг действительно был трудным парнем, трудно было поверить, что он всего лишь молодой человек. Такие методы оставили позади многих старых монстров. Я понимаю, спасибо, мастер. Джин Чен кивнул, так как Руфу уже сказал это. Естественно, ему больше не нужно было об этом беспокоиться, ему просто нужно было хорошо позаботиться о своих травмах. На этот раз, чтобы спасти свою жизнь, он без колебаний использовал секретную технику, которая сильно его ранила. Ему было трудно вылечиться за короткое время. Более того, после того, как Гучинг дважды обстрелял его, его тело почти рухнуло. Он висел на волоске из-за духовных пилюль, иначе он бы точно упал в погребающую демонов бездну. Он Аббат Руфу отослал монахов и медленно сказал, сделайте, как я только что сказал. Но Аббат, неужели мы должны так долго терпеть это дело? Некоторые культиваторы выглядели рассерженными, зная, что это не имеет к ним никакого отношения. Тем не менее, они все еще должны были стиснуть зубы и проглотить его. Это не соответствовало их обычному предопределенному совершенствованию. Они беспокоились, что если это дело не будет решено, оно породит сердечных демонов. Гучинг действительно слишком много обманывает людей, поэтому он возложил вину на нас. Этот вопрос не может быть решен таким образом. Остальные древние земледельцы и монахи тоже выглядели несколько угрюмо. Это правда, что они культивировали буддизм, но они еще не дошли до того, чтобы быть честными в невыгодном положении. Более того, было хорошо известно, что что бы ни случилось, гора Будды не должна пострадать. Этот вопрос не имел к ним никакого отношения, но теперь они должны были найти способ справиться с ним и решить его, что было крайне неприятно. Личности сила Гучинга вовсе не были простыми. На фоне древней бессмертной семьи Гу, даже если это была таинственная гора это правда, что этот вопрос нельзя считать таким образом, но это единственное решение сейчас. У всего в мире есть судьба. У каждого напитка и глотка есть своя причина и следствие. Гучинга естественно разберется с последствиями своих действий. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Услышав то, что сказал настоятель, лица многих практикующих немного смягчились, поэтому они сдались. Затем пришли новости с горы Будды, что из-за того, что сделал Джин Чан, они были готовы уничтожить демонов из мира. Они посылали много совершенствующихся с глубокими буддийскими учениями, чтобы подавить красного демона. В то же время они выплатят компенсацию многим силам, столкнувшимся с непредвиденной катастрофой. Излишне говорить, что гора Будды накопила богатство за бесчисленные годы, и их верующие были из всех слоев общества. Их объявление заставило многие силы смягчить свои настроения, хотя многие считали, что это дело будет не таким простым. Культивирование красного демона достигло непостижимого уровня, и это больше не было чем-то, с чем могли справиться обычные просветленные существа. Ее рождение было катастрофой для силы сект на этом пути. Многие древние звезды жизни и древние города превратились в бесплодные земли, и ее местонахождение, казалось, имело свою собственную цель. Это заставило многих культиваторов чувствовать себя странно. Она не атаковала каждое место, которое видела, а шла в определенном направлении после выхода из погребающей демонов бездны. Из-за этой связи многие секты и силы на этом пути заранее почувствовали опасность и отошли. Однако было также много культиваторов, которые хотели прославиться и не боялись смерти, пытаясь увидеть истинное лицо красного демона. Поскольку ходили слухи, что в то время она заколдовала гордую фигуру горы Будды благодаря своей внешности, это вызвало у многих практикующих любопытство, и они захотели узнать, насколько она красива. Но никто не знал ответа, потому что в радиусе действия красного демона не было ни одного живого человека. В то же время в древней бессмертной семье Гу. Дворцы были огромными, и в воздухе летали духи птицы, сопровождаемые множеством потоков света и не спадающих цветов, которые были несравненно великолепны. Гучинг стоял на вершине горы, одетый в белые, как снег одежды. Он был безупречен и неземной. Он смотрел вдаль, туман поднимался, а красное солнце опускалось, как будто он стоял в древнем божественном царстве. Все в мире было под его контролем. Это свечение так похоже на цвет крови, ты так не думаешь, Альфа. Гучинг мягко восхитился, глядя на красноту перед собой, когда он спросил. Альфа, стоящий позади него, был одет в угольно-черный боевой костюм, излучающий бессмертный свет, словно телохранитель. Его лицо было скрыто под темным железом, его глаза были такими же яркими, как огонь, и он почтительно сказал, отчитываясь перед господом, это очень похоже. Гучинг улыбнулась, горничная сбоку увидела это и поспешно поставила чай на каменный стол. Он сделал глоток и сказал, к сожалению, этого цвета крови недостаточно. Покинув погребающую бездну демона, он отделился от Зян-Чучу и попросил ее остаться в зале предков человеческих. Затем он вернул Альфу семье и попросил семью найти ледяные вещи, такие как темное железо, чтобы переделать боевую одежду и оружие Альфы. В конце концов, это было существование первого уровня квази императорского царства. Оружие и боевая одежда, которые он использовал раньше, даже не находились в высшем царстве, что мешало ему проявить всю свою силу. В настоящее время во внешнем мире было много шума о красном демоне. Это было даже сравнимо с войной в восьми пустошах и десяти территориях. Даже несчастье абсолютного небесного вымирания не было таким шокирующим, как сейчас. По сравнению с красным демоном было не так важно избежать катастрофы абсолютного небесного вымирания. Конечно, это произошло потому, что абсолютное небесное вымирание еще не произошло. Поэтому Гучинг должен был подумать о других вещах. Первоначально он думал, что Чен Хуны не сможет его найти, но, судя по маршруту, по которому она шла после того, как покинула погребающую демона в бездну, она ясно знала, где он находится. Поэтому, как бы далеко она не была, Чен Хуны рано или поздно найдет его. Однако первый, и он рассматривал ее дела только тогда, когда Чен Хуны хотела его найти. Теперь, когда в Верхнем Царстве было так много сект и сил, которые планировали уничтожить демонов, он хотел, чтобы они первыми подняли шум. В любом случае, судя по силе Чен Хуны, в нынешнем Верхнем Царстве может быть очень трудно найти кого-то, кто мог бы причинить ей вред. В этот период он планировал заняться делами семьи скрытой цзи и семьи Тан, а также разобраться с Цинюэ, сыном Удачи, старшим братом, вернувшимся с девяти небес. Цзи Цин Сюэ и они Су Цин Гы могли устроить это позже. В конце концов, Лук Парри рос так долго, и пришло время его собирать. Были также новости от Инь Мэ о том, что они столкнулись с некоторыми проблемами, потому что дела семьи Тан шли не так гладко, как ожидал в то время Гучин Гы. Не было проблем с женитьбой на бессмертных, но в то время было много людей с иностранными фамилиями, которые никогда не совершенствовались, что привело к разногласиям в семье Тан. Некоторых людей контролировал Гучин Гы, а другие воспользовались возможностью, чтобы напасть на главу семьи Тан. Среди них Цинюэ заметил изменения в семье Тан и использовал свои средства, чтобы помочь Тан Вану и семье Тан решить этот вопрос. После этого за воротами горы семьи Гу звук потряс небо, и девять черных драконов летели по небу, утаскивая белую нефритовую колесницу, пронзая пустоту и быстро удаляясь земля. Семьи Тан была маленьким миром, похожим на рай, очень великим. Ряды за рядами дворцов и павильонов, окруженных легким туманом и зелеными деревьями, усеянными родниками и водопадами. Демонстрация большого богатства. Многие люди из семьи Тан, будь то члены одной семьи или люди с иностранными фамилиями, собрались здесь, чтобы обсудить женщина в белом со спокойным выражением лица. Она была очень красивой, но такая красота была полна странности и очарования. В отличие от других женщин, у нее был хмурый взгляд и улыбка, которые, казалось, переворачивали все живое с ног на голову. Ее похожее на дыню лицо было небольшим, но белый и безупречный жирный нефрит сиял движущимся блеском, и ее яркие глаза были подобны красным драгоценным камням, слабосияющим. Девять белоснежных и пушистых лисьих хвостов за ней поддерживали несколько служанок с серьезными и достойными лицами. Теперь пожилая женщина из семьи Тан почтительно стояла позади нее. То же самое было и с остальными высшими членами семьи Тан, которые очень уважали Эньмэй. Танван была в толпе, тайно беспокоясь в своем сердце. По какой-то причине семья решила внезапно передать Эньмэй много имущества. Даже ее дедушка, дядя и другие не возражали против этого. Это совершенно отличалось от людей, которых она обычно знала, и самое главное, что все это происходило без ее ведома. В то время Эньмэй привела людей в семью Тан и сказала, что возьмет на себя важные дела семьи Тан в деловом альянсе Ванда. Она все еще думала, что Эньмэй просто спит. Даже если Гучинга стояла за ней, она не могла позволить семье Тан отступить и отказаться от семейных интересов. Если Гучинга не прикажет ей убедить членов клана, добиться успеха будет очень трудно, потому что она понимала характер своего дедушки, дяди и других. Они не смирились бы с тем, чтобы доверить семейный бизнес, который так долго работал. Такой было просто невозможно. Тем не менее, Тан Ван была потрясена и чувствовала себя невероятно, что ее дедушка, дядя и другие, увидев нефритовый талисман, переданный Эньмэй, резко изменили свой цвет лица, а затем на некоторое время побледнели, прежде чем согласиться в унылой манере. Они не сказали ей, что было в этом нефритовом талисмане. Как ни спрашивала, не объяснили. Просто хорошие времена семьи Тан подходили к концу, поэтому они могли только согласиться на просьбу Эньмэй. Однако после того, как это решение было принято, оно сразу же вызвало большой переполох в семье Тан. Хотя многих людей из того же клана это шокировало, смутило и озадачило, они никогда бы не отказались от приказов старушки. Многие до сих пор думают, что клан девятихвостого небесного леса завладел их жизненной силой. В противном случае семья Тан не отреагировала бы так. Семья Тан решила доверить имущество Эньмэю, но люди с другими фамилиями отказались согласиться, потому что им было передано много имущества семьи Тан. Теперь, после передачи их Эньмэй, разве это не оборвало бы их спасательный круг? Так много членов клана с иностранными фамилиями собрались вместе и пришли к семье Тан, чтобы попросить объяснений. За Тан Ваним тихо стоял Цинюэ, который передумал. Он знал, с какими проблемами столкнулся Тан Ван на этот раз. Семья Тан не знала, какая жизненная сила находится в руках богини клана девятихвостого небесного леса. И что это был за спасательный круг, он так и не понял. Но он верил, что пока он придумает способ, он сможет помочь ей найти его. Будучи женой своей прошлой жизни, Тан Ван видел печаль в ее глазах и боль в ее сердце. Например, все эти люди с иностранными фамилиями перед ним были тайно уговорены им приехать сюда. Его цель состояла в том, чтобы оказать давление на семью Тан, и в то же время Энь Мэй попадет в беду, и решить этот вопрос будет сложно. К счастью, дела пошли благополучно, и по его плану вопрос о передаче имущества семье Тан временно откладывался. Более того, если дело не удавалось, он мог найти только другой путь. Либо найдите шанс убить Энь Мэй, либо заставьте ее сказать правду о том, почему все в семье Тан так ревнивы и уважительны к ней. Цинь я, почему ты сказал, что... Субтитры сделал DimaTorzok